Ну что ведь, как твои дела? Рассказывай. Ой, нормально мои дела. Я, честно говоря, скучал. Все, в прошлый четверг думал, а что это мы не записываемся, что это мы не записываемся, а потом вспомнил, что мы это два раза в неделю все, выходим. А уже хотелось. Вот хочется, да, раз в неделю. Столько новостей, что надо, блин, прям раз в неделю надо. Хочется, хочется. Одно дело хочется, другое дело на что позволено. На что позволено, я хотел сказать, я хотел придумать, что-то с тварью слова. С тварью, ну, знаешь, тварь типа библейского посыла, а не вот эта вот тварь матерная какая-нибудь нецензурная. Тварь божья ты имеешь в виду? Что позволено тварь божьей, да, то... Типа того, да. Там есть какое-то устоявшееся выражение, я не помню, как оно... Да, есть, есть, я тоже его не помню. Да, ну вот. Так и что, и все? Ты просто всю неделю сидел, грустил? Сидел, грустил, переслушивал все наши подкасты, принимал... Все наши подкасты. Все наши подкасты переслушивали. Все 60 часов, больше 70. Вообще все переслушивал, все, что смог, кто переслушал, смог немного. Принимал приглашение в LinkedIn. Ребят, спасибо, что добавляетесь, добавляетесь еще. Да, у нас челлендж. Кто добавится к Вите в LinkedIn, тот найдет свою любовь. Это во-первых. А во-вторых, я туда, знаете что, я туда выложу ссылки с бэкстейджа. Ох ты, ссылки с бэкстейджа. А куда они будут ссылаться? Неужели на твой приватный онлельфанс? На фотографии будут ссылаться. Я думал, я там один подписчик, а ты вот такой, да? Нет, их там много. Как минимум три. Привет чатику. Привет, Женя. Рада вас всех видеть. Ладно. Будем разгоняться по что-нибудь? Я думаю, погнали сразу. У нас там новостей уже. Да, погнали сразу, да. Чего обязательно должен быть разгон? Ну как, ну... Двенадцать страниц? Одиннадцать. В прошлый раз было девять, сегодня двенадцать. Блин, не забывай, что у меня офис закрывается в десять, и меня отсюда выгонят где-то в девять сорок. А ты потихонько предварись, будто бы тебя нету. Я попробую, буду... Операция White Snow. Буду шепотом разговаривать, получается. Ты вы купила ссылку про White Snow? Нет. Это откуда? Пишите в комментариях, кто вы купил. Это Вархаммер ваш, наверное. Нет, это не Вархаммер. Это... Нет, я не могу напеть эту песню. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. А, подожди. Вот эта песня, которая из Витуса? Нет. Нет? А, я подумал. Ладно, ладно. Ладно, французский рэп вам еще наводка на ссылку, если... Но это не из французского. White Snow. Короче, в чате наверняка уже кто-то должен написать. Ну ладно, поехали тогда. Поехали тогда. Чего уж. Поехали тогда. Поехали тогда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы ссылочку, кстати, оставим на RimaTorzok Да, обязательно Я не знаю, как начинать после такого вступления Ну, казалось бы, после такого вступления можно и заканчивать В принципе, да В принципе, вообще подкаст можно закрывать, я думаю, после такого вступления В целом, да Ребят, напишите, если хотите, чтобы мы с Лешей записали трек целиком Мы обязательно постараемся Ай, хорошо Все, поразвлекались и хватит Теперь к серьезным темам Вы слушаете подкаст про ни много, ни мало новости Яя И у нас как всегда Самые настоящие Новости за последние две недели Как всегда у нас их очень много У нас Мы сегодня будем обсуждать с вами Вить, что мы будем обсуждать? Расскажи Обсуждать мы сегодня будем, во-первых, две конференции Это конференция OpenAI и NVIDIA Во-вторых, мы пройдемся по остальным большим рыбам В-третьих, у нас сегодня будет и этика И ссылки для девелоперов И полезные сервисы И вообще много-много-много чего крутого Да, и в-четвертых, мы еще обсудим конференцию от Apple А потом в конце попросим Витю рассказать Про ту самую конференцию от OpenAI Которую только он, видимо, смотрел Потому что не было никакой конференции от OpenAI Я сказал OpenAI конференцию, да Но ребята будут инсайды В общем, будут инсайды, конечно Куда же без OpenAI Судя по всему Но прежде чем мы начнем Нам нужно вам напомнить Что наш подкаст выходит благодаря NVA-клубу, лучшему месту для айтишников А также при поддержке Кого ведь? NJX Замечательного комьюнити для девелоперов Которые продвигают клинкод Продвигают вообще все-все-все-все-все Крутые вещи, связанные с программированием Да, поэтому проходите по ссылочкам в описании Знакомьтесь с NJX Знакомьтесь с NVA-клубом Вступайте, вливайтесь Будьте на одной волне с нами А еще у нас есть замечательный чатик в Телеграме Спасибо всем, кто слушает нас в онлайне Если вы вдруг не знали, что у нас есть чат То приходите туда Там все самые свежие инсайды Новости Вообще половина нашего сценария строится с чата За что чату спасибо Почти тысячи человек у нас И там, между прочим Между прочим, в этом чате Можно нас слушать онлайн Это, кстати, да Это самый большой бонус Вот вы не знали А мы записали еще полчаса Которое мы не выложили Потому что там кринжатина еще больше Да, да, да Но те, кто слушает нас в онлайне Они все это слышали Они знают А там и нецензурщина всякая И шутки Вот это вот вся похабщина Вот это вот все, что вот эта вот молодежь говорит Вот эти вот нехорошие Да, все там Ну что Про наших друзей дорогих рассказали И надо еще, наверное, рассказать немножко про то Что наши дорогие друзья будут делать в ближайшее время Да Смотрите, ребят Anivea Club и NGX запустили курсы Курсы Связанные напрямую с EIA Первый курс называется EIA Support Software Engineering Где будет, во-первых, даваться база по LLM Во-вторых, будут даваться GINA EIA Tool для программистов Как пользоваться Капайла там Чатом GPT и прочими Для рефакторинга Для комментирования, для тестирования Для создания документации Будут даваться крутые промты И даже практические задания На JS, Java, Python и C Sharp На английском часов на 7 Для самостоятельного прохождения Создан практикующими инженерами И мы для вас выбили скидку Первые 100 человек, которые придут Получат его за 40 баксов И курс номер 2 Называется Prompt Engineering Foundations Это курс, на котором вас научат общаться С нейронками, с помощью промптов Как эффективно писать промпты Всякие лайфхаки Откуда их брать Как форматируют результаты и прочее Он всего на 4 часа Тоже на английском И тоже мы для вас выбили скидон Будет стоить 10 баксов Короче, всем Всем-всем на На этот Придется к пользе Потому что и для начинающих Получается есть Prompt Engineering Foundation Если вы вдруг совсем Пока что не разбираетесь Не знаете Сегодня первый раз нас слушали И не знаете, зачем нам деньги нести То вот сходите на курс Поймете Но это не нам деньги вообще Это нашим ребятам Но мы как бы от них зависим напрямую Поэтому, пожалуйста Даже если вы не хотите на эти курсы пройти То кликните по ссылке Для нас это важно А для тех, кто по прокачиванию Как Витя сказал AI-Supported Software Engineering Курс Жирочек подвозят наши дорогие друзьяшки Мы очень этому рады Короче, крутота и гаднота Налетай, торопись Да, ссылки Покупай живопись Да, и курсопись Мы переходим к нашей И быстропись Да, мы переходим к нашей рубрике К твоей любимой рубрике К моей любимой рубрике Я наконец-то согласен с тем Что она моя любимая Наступил момент принятия Она называется Большие рыбы Большие рыбы И ты знаешь, я бы тут, наверное, оставил Просто с микрофоном одного Вот прям вывел Потому что первая тема у нас Дабдаб DC про Apple Это он чисто твоя тема И можешь идти пить чай Да, я тут пока поразвлекаюсь Я пойду У меня до сих пор красные щеки Все горит От того, что мы с тобой сделали Во вступлении Да, да, да И песню еще, кстати, крутую спели Так, ладненько Ну теперь выкручивайся Как это подвязать к Дабдаб DC Там тоже песни пели? Там не только пели песни, Леша Там были акробатические номера Во-первых, началось все с того, что Тим Кук спрыгнул с самолета На замечательном парашюте Ага Вот эти вот замечательные все движения Как мы любим В стиле кринж-презентации И там был даже паркур, между прочим Это не про птиц, да? Не про пару птиц Это и не про пару кур, а паркур, где нужно прыгать по лестницам и прочее Ну ладно, кто смотрел презентацию, тот поймет Слово пар, ну тоже неплохо, да? Ну типа, пойдем паркур сделаем Короче, давай перейдем к Дабдаб DC24 У меня еще в флешбеке, как мы говорили про Дабдаб DC23 Мы тогда задавались немым и не только немым вопросом А где же AI на Дабдаб DC23? Потому что оказалось, что нельзя без AI в 23-м году Но Apple, как всегда, запаздывает с трендами Поэтому в 24-м году нам сначала показали Что может новые iOS, iPadOS и прочие WatchOS А потом в конце уделили минут 40, наверное, AI Там было... Вот я просто докину, что в прошлом году Они на всей своей конференции говорили Machine Learning, Machine Learning, Machine Learning, Machine Learning Такое ощущение, что Тим Кук просто не знал Как же назвать эту замечательную технологию Так, чтобы все понимали Потому что Machine Learning это только для разработчиков И он такой, ну как же, ну как же Ну, назову ее Apple Intelligence Они назвали AI AI-ем Где AI это не Artificial Intelligence, а Apple Intelligence Ну, Apple нормально не может Будем честны И Apple всегда нужно свои маркетинговые ручки Просунуть куда-нибудь Они просто... Ты понимаешь, что это самые крупные газлайтеры в мире То есть Apple ни разу не назвала AI AI-ем на прошлой конференции Она этой сказала Теперь у нас есть Apple Intelligence И дальше, после этого заявления Все сокращения AI, которые они говорили Можно воспринимать, как будто бы они говорят по Apple Intelligence Да-да-да Они просто игнорируют И более того, что потом на Samsung можно наехать Что это у вас с AI-ем интеграции Короче, что такое Apple Intelligence? Apple Intelligence это сумма всех AI-технологий Которые Apple будет внедрять в свои девайсы С девайсами, кстати, да Вот, ну, Леша, кружка С нарисованным маленьким IT-бородой И надписью IT-борода Он показывает ее в камеру Бонус для тех, кто... Ну, как бонус? Ну, небольшой, скажем так Для тех, кто смотрит это с видео Работать это все будет Начиная с iPhone 15 И начиная с MacBook'ов и iPad'ов на M1 По сути, это набор моделей Которые запускаются на девайсе Генерация текста Диффузионная модель Генерация аудио И распознавание текста Потом, потом Если вдруг мощностей телефонных не хватит То Apple также запускает облачные вычисления По слухам, очень сильно приватные Которым никого не будет доступа Кроме самой Apple Для того, чтобы поддерживать Ваш девайс в тот момент Если он не справляется со сложной генерацией Тут, наверное, сразу надо остановиться Немножко поговорить про... Ну, я докинулся про этот... Private Computing Cloud, по-моему, они его называют Да-да-да Они про эту штуку заспойлерили еще до конференции Там рассказывалось, типа, это настолько секьюрная, штука железная Которую мы просто приносим в дата-центр, просто устанавливаем И никто к ней не может доступ получить Даже сотрудники Apple Вот если смотрели Кремниевую долину, там был The Box Вот это вот то же самое Ну, просто тут многие посмеялись Потому что ха-ха, конечно, Apple Помним мы в фоточке Дженнифер Лоуренс Ака-сойки-пересмешницы, которые до сих пор гуляют С вашим супер-приватным клаудом для фоток и все остальное Да, этим мы славимся Я подчеркну, как технодумер, что все, что вы написали в сети, все уже не приватно Все, что вы используете без подключения, с подключением к интернету, это все уже в сети Если у вас дома работает Wi-Fi, и вы к нему хоть раз подключались, все, забудьте про приватность То, что вам говорят, что это Private Computer Cloud, пусть говорят, ну когда, с Малахом, ну когда-нибудь оно утечет Поэтому для меня это выглядело кринжово Но сообщество подхватило и такая, блин, ну Apple прям молодцы Вот там Microsoft пипец как обдудонился, конечно, на прошлой неделе мы про это еще поговорим А Apple прям молодцы Я тоже, кстати, хотел с Microsoft сравнить, потому что кейсы очень похожие Но при этом Apple все хвалят А идентичные Но Apple умеет выходить Ну просто Apple говорил 30% презентации слова Privacy, а Microsoft не говорил, поэтому Apple молодцы Да-да-да Так, короче, что еще интересненького Естественно, наконец-то Siri станет умнее, а точнее умной Наконец-то она сможет отвечать нормально на вопросы, потому что Теперь она будет с серьезной ЛЛМкой внутри Siri получит возможность управлять телефоном полноценно Siri будет видеть все, что происходит на экране Siri будет знать контекст Ваш Ваш контекст как, собственно говоря, персональю, потому что у нее будет доступ к вашей почте Сообщением К том, кто там ваш супруг, супруга и прочим персональным данным, включая фотографии Они даже это назвали, по-моему, эту платформу, которая позволяет индексировать все данные Кросс экосистемно, семантик, семантик индекс, по-моему, это будет называться Это прям прикольно Прям вот Молодцы! Первая компания, которая внедрила такую вот технологию Я не просто по каким-то кусочкам отдельным, прям глобально во всю Ну это вот, собственно говоря, то, что мы уже говорили, да, об этом, что не хватает хорошим ассистентам Это контекста о тебе Да, Чарджи Пяти очень умный, но про тебя он нифига не знает Здесь Siri, конечно, будет не такая умная, как Чарджи Пяти Но об этом мы еще поговорим, кстати Но, по крайней мере, о вас она будет знать очень-очень многое Плюс забавно, что это будет касаться не только Apple-овских приложений И вообще практически всех приложений Там есть специальная пишка, которая позволит данные добавлять в эти модели То есть, условно говоря, как юзкейс, теперь можно будет сказать Возьми эту фотографию, да, которая у вас открыта И отправь Леши в Телеграм И она возьмет эту фотографию, найдет диалог с Лешей в Телеграме И туда его прям ставит И это прям прикольно Там даже больше юзкейс такой показывали, что Они типа гуглят информацию про какой-то рейстик Им эта информация находится волосом А потом они говорят, а теперь прострой маршрут туда Да, туда, и она знает прямо куда Оно понимает, о чем вы только что говорили И простраивает маршрут Там более того, они показывали, что чувак редактирует фотографию И говорит, а теперь ставь эту фотографию в заметку об этом человеке И оно идет в заметки твои Она распознает, что это за человек Находит заметку с текстом про этого человека И туда прям вставляет Там более того Они редактируют фотографию голоса То есть на шаг назад Они прямо говорят, Сирия Ты, короче, возьми на фотографии Измени, пожалуйста, цвета, по-моему Какой-то фильтр примени Она такая, да, конечно, есть, сэр Это прямо прикольно И еще, кстати, там Ладно, более того уже говорить не буду Кстати, о работе с изображениями Хвала вообще всем богам на свете Наконец-то мы догоним и перегоним Android Потому что появилась возможность удалять объекты с фона С фотографией Да, это просто вот фича, которая опоздала года на полтора Минимум, но, тем не менее, она теперь тоже появится Но это не единственная возможность работы с изображением Потому что изображение теперь можно будет генерировать Да, на уровне старых стейбл дифьюженов Зато вроде как он девайс И только в мультяшных стилях Ну... Ну... И... Ну, вот реализм не обещали Не обещали, но зато это все имеет API Которому можно будет подключаться И как-то в интегрирование С это приложение Да Вот ты, кстати, сказал, что Вы опоздали на года полтора с стиркой А знаешь, на что Apple опоздала на лет? Такие 12, а твой больше И что тоже показали Калькулятор в iPad Внимание! Калькулятор! Они показали калькулятор И он тоже с ИИМ Калькулятор для iPad И... Да, он тоже с ИИМ Надо сказать, что они сами с себя немножко посмеялись Что сказали, что это самая там крутая фича Которую мы сегодня покажем Да, это калькулятор Вот, но в калькуляторе есть И, блин, он крутой Он крутой, потому что в калькуляторе можно писать теперь И когда ты пишешь пример Любой, там, например, 2 плюс 2 пишешь равно Тебе дописывает калькулятор сам 4 Там лучше, видите Можно и графики строить Можно переменные использовать Там можно формулы писать Они по факту строили такую базовую математику Если кто-нибудь пользовался Либо там в Alphram Alpha Они строили в калькулятор Ты пишешь интеграл Формулу какую-нибудь Тебе оно вычисляется По-моему, даже в заметках ты можешь это все делать Как там вызывается Да, и в заметках это тоже можно делать Непонятно, зачем они в калькулятор впихнули заметки Потому что и в обычных заметках это можно теперь делать Понимаешь, чуваки в 24-м году Выкатили инновационный, блин, калькулятор Ну да А еще, кстати, что милого в этом калькуляторе В том, что когда ты пишешь своей рукой Пишешь равно Тебе твоим же почерком дописывают ответ И еще исправляет почерк, кстати Если он у тебя некрасивый, можно сделать Чтобы он красивее стал Да, 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 кстати Это вот одна из нововведений Рукописного текста Он теперь исправляется Ваш почерк станет чуть ровнее Более того Мне знаешь, что еще в заметках понравилось? Я это называл Самаризацией изображения Вот у тебя есть заметка В которой ты там текстом написал кучу всего И сейчас в этом И можно там нарисовать какой-нибудь скетчик Вот сейчас в заметках можно будет этот скетчик выделить И у тебя с помощью диффузионных сеточек Этот скетчик превратится в картинку А если выделить пустую область в заметке То у тебя нарисуется картинка, подходящая по контексту к твоей заметке Прямо как в Adobe Firefly, прикольно В Adobe Firefly это работает с изображением А тут оно анализирует текст заметки И по тексту делает такой Прямо прикольно Короче, теперь в ваших замечательных заметках Можно фигачить Замечательные иллюстрации Так еще Можно обычное изображение Теперь будет переводить в Spatial изображение Spatial изображение Это объемное изображение для Apple Vision Которого ни у кого все равно нету Появилась самаризация, ранжирование Приоритизация в имейлах Наконец-то приложение имейл На айфоне станет более умным Появилась очень крутейшая штука под названием Writing Tools Что такое Writing Tools? Writing Tools это, по сути, умная клавиатура Которая может генерировать для вас текст по теме Самаризировать для вас текст по теме И, что еще круто, исправлять в нем ошибки То есть, по сути, это Grammarly Вот весь функционал платного Grammarly это в Writing Tools Ну, наверное, даже покруче Все-таки там, я не знаю, в Grammarly есть какая-нибудь самаризация Вот это вот либо рерайтинг, либо вообще написание по промпту Наверное, там такого нету А тут это работает Будет работать, пока мы этого не видели Ну, возможно, возможно Что, у вас Grammarly встраивался прямо во все окошки в Apple? Клавиатуру от Grammarly ставишь и все Я понял Тут мы еще кое-что упустили по поводу приложений Которыми... Вообще, Siri теперь все Она, блин, она управляет космическим кораблем Под названием экосистема Apple Ваша персональная, ты с ней говоришь И эта штука, она не только завязана на Apple В смысле, не только разработчики приложения пловских Смогут эту штуку использовать Они сделали развесистый API Вообще, технология работы приложений с Siri Называется AppIntense Вот это вот новое И через AppIntense API Можно будет в свои приложения Вшивать паттерны работы с Siri То есть ты сможешь написать свой, не знаю Блокнот И через Siri позволить там голосом Под диктовку писать Либо какой-нибудь свой сервис такси И через Siri можно будет через свой сервис такси Да, просто закажи такси, там и все, да А более того, Витя Я не устану это повторять В работе с графикой Ты забыл одну штуку, которая мне вынесла башню Из-за которой, вот из-за нее Плюс Siri, я реально что-то даже подумал Может iPhone прикупить в будущем Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка Завезли Neuro Linguistic Search По-моему, это так расшифровывается Neuro Linguistic Search По фоткам он, по-моему, у вас уже достаточно давно был То есть по фоткам можно было как-то искать по объектам Да, по объектам и сейчас работает А сейчас, да, сейчас можно искать по видео По конкретным кадрам Ты не так говоришь, ты что, Витя Ну это не так надо говорить Трендец, они сделали, блин, полноценный поиск По конкретному моменту видео То есть ты такой, типа Вот в этом интервью мы с Витей разговариваем Там, не знаю про что Напомни, пожалуйста, где мы говорили про Apple Intense Оно тебе прям конкретный момент показывает Да, оно прям туда перематывает И да Это просто вау Я вот с этого, я прям такой, нифига себе Можно будет по видео искать снятым Мало того, что по фоткам, там еще Face Detection привезли Но по видео Это как? Это что-то, это будущее Вау В общем, мне это башку вынесло Прям сильно Я все Это да Мне тоже, кстати говоря Но мне, наверное, больше башку вынесли Знаешь, что то, что у нас даже нет в списке в сценарии Это умные уведомления Потому что теперь система будет анализировать все твои уведомления И присылать тебе summary Например, тебе кто-то написал 10 сообщений И ты получишь summary этих 10 сообщений в одном Ну, я этой фишкой не сильно удивил Не сильно вдохновился Потому что у меня, в принципе, как ты знаешь Все уведомления выключены вообще везде Это что иногда плохо работает Ну ладно Но вообще фишка прикольная Мне больше саморизация понравилась не уведомления Знаешь чего? Они это мельком показали Мне понравилась саморизация Уведомлений почтового клиента конкретно То есть ты заходишь в почтовый клиент И тебе прям Там же обычно, когда в почтовом клиенте Ты сбоку смотришь пишетшие письма У тебя там есть буквально 5-6 слов Которые видны А дальше тебе надо нажимать на письмо Чтобы ты видел, что в нем И они сделали фишку Что эти 5-6 слов будут максимально емко Саморизировать содержание всего письма То есть ты будешь видеть не просто первые предложения из письма Ты будешь видеть саморизацию этого письма То, что внутри, да Круто Это тоже круто Но, но, но А, так, ну еще из мелочей Улучшено распознавание рукописного текста Ну, но и так было достаточно на хорошем уровне На самом деле В айпадах, по крайней мере Но, но Как говорят в Apple One more thing Интеграция с чатом GPT В Apple Витя, давай еще раз Нет, я не могу Чтобы ты про столь в грандиозной новости Горел с таким постным лицом Давай с чувством, с толком, с расстановкой Давай Блин, еще, короче А не знаешь, что сделали? Что? Они, блин Чат GPT прям в iOS интеглировали Ты представляешь? Да ладно? Теперь прям приложение не нужно И платный аккаунт не нужен Офигеть Прям реально полноценная интеграция В чат GPT Сири прям Ты у нее что-то спрашиваешь Мне хочется спросить прям Она прям отправляет Она прям отправляет Чат GPT в запрос Офигеть В камеру прям спрашиваю Сатья на дело Че с лицом? Ну, это прям Как по мне Это самая топовая новость Даже более топовая Чем то, что Сири стала умная То есть, по сути Все пользователи Apple Получают платный аккаунт На OpenAI Ну, там непонятно Вот, там трики Там непонятно Там Они говорят, что Ты получишь доступ К моделям OpenAI И вроде как Люди поговаривают Что это будет GPT-4O Нет, он прям в презентации Говорил, что 4O Да? Ну, тогда Совсем понятно Что будет у платных Потому что они дальше говорили Что если у вас есть подписка На OpenAI То вы сможете ее подключить И у вас будет доступна Кремиальная фишка Типа Ну, интересно Может GPT-сы можно будет делать Прямо из интерфейса Ну, возможно Прикинь Apple внедрил И, кстати, не только текст Но и фотографии Можно отправлять И фотографии, да Можно их распознавать И генерировать Да На системном уровне Apple внедряет OpenAI-ное решение Которое по факту Является Проинвестированной В основном Майкрософтом Которые с Apple Как бы конкуренты И Майкрософт Тоже завязан На OpenAI На системном уровне Через их Копайлот И Копайлот Плюс PC То есть OpenAI реально Сейчас становится Корпорацией над корпорациями Это корр технология Более того У нас там будет еще новость Сразу я подниму Они еще запартнерились С Элибабой Недавно И Элибаба тоже Будет их мощность Все Корр технология Типа Альтман просто красавчик Я не знаю Как они с Наделло Это разрулили Но это просто Вау Это швах какой-то Я в афиге Мне кажется Альтман пришел Просто у него В одной руке был пистолет А в другой он вот так вот Держал бинг за шею И просто Либо знаешь У него была коробочка С надписью Q-Star Пандора Какая-нибудь Вон такой Хочешь открою В первых час Короче Это прям Очень крутая Ну Не крутая Ладно Оптимизм У меня Оптимиста Он мне говорит Что это крутая новость Пессимиста Он мне говорит Что у нас снова Появляется монополия И скорее всего OpenAI Скоро займутся И второй Пессимист Он мне говорит Что теперь Когда Сажатся сервера OpenAI У нас еще И операционные системы Будут немножко тупеть Да Да Это точно Потому что Чарджи пяти Будет использоваться Siri Для гугления Кстати интересно Вот Они когда будут Использовать Там показывали На презентацию Что когда ты что-то Спрашиваешь у Siri Она может пойти В чарджи пяти Там прям пишется Там они сказали Что если она не знает Ответ из локальной Лэмки То тогда она пойдет В чарджи пяти Вот мне интересно А чарджи пяти Он выдаст свой ответ На натренированной базе Или он дальше В бинг пойдет В гугл Ну в гугл нету Проксей В бинг Вот Ну да А бинг в гугл А бинг в гугл А гугл будет звонить Тиму Куку В общем Вот такие вот Новиночки Но подытожить это все На тем что Работать это все будет Только на английском языке Что расстроило Потому что Тенденции Современных ЛЛМ Показывают Что можно сразу На многих языках Запускать Но тем не менее Посмотрим Ну целевой рынок Америка Понятно что там Раскатывают И ребят Не спешите Бежать Ставить бету Если вы вдруг Послушали И побежали Ставить бету Не спешите В бете Этих фич Нету Поверьте Как только они Самые умные Поверьте Как только они появятся Я сразу же поставлю себе бету В тот же день И расскажу вам Заодно Расскажу вам Можно ли пользоваться Телефон Правильно Не будьте бетами Будьте альфами Типа того Волчистость Все дела Вот И показывали Множество Множество других фичей Показывали Которые появятся В IOC Но обсуждать мы их не будем Потому что По сравнению С интеграцией Яя Я только знаю Что тут отмечу Еще Выглядело красиво Но я Ставлю на 90% Вероятность Что изначально Это будет работать Слабенько Все таки Локальные ЛЛМки Надо понимать Что они работают Не так хорошо Как ЛЛМки Закрытого типа И OpenAI же сказали Как Ну не OpenAI А Apple сказали Как Что на тяжелые задачи Будет использоваться Компьютинг Вот в этом Private Cloud Да И они прям Подробно рассказали Как это будет работать К их части Будет сказано Там действительно Похоже Что это прям Может быть Очень приватно Потому что Они собираются Передавать прям Частичные данные То есть Если надо фотку Не знаю Текст обработать Они не будут Текст передавать Они там будут Передавать Чуть ли не какие-то части Векторов В общем Если эти данные Даже салют Там ничего понятного Не будет Но Пойнт в том Что они будут Для тяжелых задач Использовать серверные мощности И поэтому Здесь сразу завязка На повышенное потребление сети Значит батарейки Скорее всего И если у вас Сустройство будет Более слабое Как я сказал Все эти фишки Будут доступны На этих На компакт Начиная с процессора М1 И с айфона 15 про Так вот Если ваш айфон Будет слабый Он будет просто Сильно чаще Ходить в облако Потому что Будет больше Больше тяжелых задач И тут Забавный момент Который я думал Может появится На каком-нибудь Старом компе М1 Вот там 2020 года Большая часть задач Будет вправляться В клауд А на каком-нибудь М4 Новом Большая часть задач Будет использоваться На локальных модельках Которые Возможно Будут глупее Чем клаудовские Это логично И у пользователя Может создаться Ложное впечатление Что старые компы Сильно лучше работают С нейрозадачами Чем новые Вот Я прям ожидаю Такого Но это зависит От скорости Подключения к сети Да Если такая Как у тебя Скорость Леш То я думаю Что нет Не будет такого эффекта У меня М3 всего лишь Что-то Да И интернет Все медленный А Ну и я сам Доже Такой Ладно Короче Вот такие Новости Пополняет твои запросы Будут батарейку Саживать Прям сильно быстро Хорошо Компьютекс 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 Прошла Да Прошла конференция Ночная конференция Кстати В этом году 20-24 В Тайване Компьютекс Это конференция От компании NVIDIA Где Самые главные Новости Нам рассказывал Джейсон Хуанг Боже Я сейчас рассказываю Я понимаю Что для меня Это уже было В прошлой вселенной Какой-то Потому что Это новость Двухнедельной давности Ну что там происходило Там происходил Полный швах Кстати Напишите в комментариях Кто значит Знаешь Что такое швах А то я до сих пор Не понимаю Джейсон Хуанг Просто Это села NVIDIA Он просто Как батя В кожаной курточке Вышел И показал Он просто Показал Два раза Он показал Будущее Того Какие вычисления Нас ждут Он просто Взял Показал Следующее поколение Процессоров Вот прям Как оно будет выглядеть Это процессоры Blackwheel B200 По-моему Они будут маркироваться И это Ну Во-первых Вы посмотрите Эту конференцию Потому что Внезапно Я не первый раз В подкасте Это говорю На Джейсона Хуанга Очень круто Он очень круто На сцене смотрится Он смотрится Как будто бы Это его Вот он такой Он не такой Пласт-пластиковый Как все эти Тимы Куки Он не такой Странный Как Цукерберг Он живой Он живой Он живой Он прям такой Там был момент Когда он Презент показывал Уже не сами процессоры А показывал Целые эти Соединительные мосты Для кучи процессоров Это здоровенная Такая железяка И он к ней Такой идет И типа Вот для этого Нам надо качаться И поднимает И уносит Там раз пять Говорил Что надо качаться Вот Ну короче Показали Blackwheel Процессор И Я Ну Что за Blackwheel Это 20 тысяч Терафлопс Операций Терафлопс 20 тысяч Что Вот как понять Сколько Это очень много Это Это просто Закон Мура Нервно курит В сторонке Вот закон Мура Когда Вычислительная мощность Увеличивается Сколько там Один раз в год В два раза Он просто курит Потому что Blackwheel Эти Предыдущее поколение H Они просто Вот график У них почти экспонента Предыдущие процессоры У них были По-моему 4 тысячи Терафлопс Вот сейчас 20 тысяч Сколько это Вот сколько это Как ты думаешь Вот давай Померяем это В моих макбуках Ну давай В попугаях Давай У меня макбук Мощный У меня У меня макбук М3 Макс То есть Это Пока что Самый мощный Макбук Который существует Из макбук Вот как ты думаешь Насколько мой макбук Мощнее этой видеокарточки Либо наоборот Нет Ну я полагаю Что видеокарточка Мощнее Она сервенная Тут надо сказать Это сервенная карта Ну не знаю В пять раз Ну Ты почти Почти угадал Моя карточка 14 Терефлопс Так Подожди Ну моя карточка 14 Терефлопс А у них Один процессор 20 тысяч Терефлопс Да Там есть нюансы Потому что В разных Мерится Это немножко С разными Точностями цифр Там В макбуке Это Не помню Подожди То есть Я сказал Что в пять раз Мощнее А оно получается В тысячи раз Мощнее В десять тысяч раз В десять тысяч раз Ну Не в десять Не в десять Я попутал Десять на десять В тысячу раз В тысячу раз В тысячу раз Примерно Мощнее макбука А вторая вещь Которую они представили Это не вся новинка Они показали ящик Здоровенная такая коробка В которую можно вставить Еще раз не ящик Семьдесят две Семьдесят Не семьдесят две Семьдесят два пополам Сколько будет Тридцать шесть Тридцать шесть плат На каждой из которых Стоит по одному По два процессора Blackwheel И вся эта коробка На семьдесят два Процессора Blackwheel С помощью специального Соединительного моста Не помню Си четыре он по-моему Называется Который из себя представляет Тоже просто какой-то космос Там такая фигня Похожая на спинной мозг С кучей проводков Объединяется по факту По скорости работы Кэшам Почти что в один процессор Будто бы у тебя Один процессор На семьдесят два Вот Маленьких процессора Общая мощность Этой всей штуки Витя Так я сейчас Попытаюсь Число озвучить Это Один миллион Четыреста сорок тысяч Терафлопсов Что в десять тысяч раз Мощнее Самого мощного макбука В десять тысяч раз Да И эта коробка Размером Ну ниже меня Типа вот сколько там Метр шестьдесят Наверное метр сорок И в ширину там Сорок на сорок условно Стоит она конечно Там типа Скорее всего Пять тысяч долларов В десять тысяч раз дороже Да Макбука тоже Можно от себя Пятьдесят тысяч Пятьсот Ну где-то Пять миллионов Она будет стоить Либо больше Но прикинь Какие мощности И это одна коробка И если вы думаете Что это все То ни фига Потому что Джейсон Стэтхэм Кстати Джейсон Стэтхэм Хуан Уже можно говорить Это у него никнейм Он сказал Что Вот эта коробка Это так Это просто один камешек А мы будем таких коробок Ставить много В дата-центры И сейчас Подсчеты идут На сотни Тысяч процессоров В одном Дата-центре То есть сотня тысяч Процессоров Это вот делим На одну коробку Пусть там Сто процессоров В одной коробке Это где-то Сколько Ну где-то тысяча Тереть десять тысяч Таких коробок В одном дата-центре То есть я правильно понимаю Что бить тревогу По поводу мощности Пока что не стоит Судя по всему Их хватит всем Вообще рано Да И более того Маск уже сказал Что он же там Заявлял в прошлый раз Что он хочет себе Дата-центр На сто тысяч Предыдущего поколения Тут он сказал Что уже к концу Следующего лета Они построят На дата-центр На этих процессорах Там на 300 Что-то там Короче Ну то есть Я не знаю Сколько это мегаватт Надо чтобы это все Прокормить Может там уже Может это реально Те мощности На которые уже Нужна будет Небольшая атомная станция Но Это просто будущее Плюс они Всю инфраструктуру Для этого делают То есть Они кроме Самих коробочек С процессорами Они еще Выпускают Эти Нетворк интерфейсы Для того чтобы Это все очень быстро Общалось Друг между другом Там скорости Терабайтные Реально десятки Терабайт И более того Они Оцифровывают Фабрики Это один из их продуктов Они реально Приезжают на реальную фабрику Оцифровывают Фабрику Либо дата-центр Строят ее Виртуальную модель И прям тебе показывают Вот у тебя так будет Выглядеть дата-центр Мы тебе все Под ключ делаем Просто Дожди А зачем оцифровывать? Типа Так удобнее проектировать Ну ладно Про цифрование Это немножко дальше будет Короче Они просто будут Под ключ Сделать дата-центры И забавно Когда они показывали Дата-центр сверху Там была фотка Как они показывают Макет дата-центр сверху Он выглядит Вот прям Точь в точь Как материнская плата Очень похоже Ну компонентики маленькие Но это не все Если вы думаете Что это Ну это вот Самый смак Нет Он Его презентация Это просто Какое-то визионерское Было выступление Потому что Это чувак Который рассказывает Что смотрите У нас есть мощности На кучу интересных штук И первую половину презентации Он рассказывал про будущее Потому что Я кстати не помню По-моему в первой половине Он показывал Как раз таки процессоры А дальше говорит А теперь смотрите Что мы на них будем делать Во-первых Они презентовали Прикольную разработку Я про нее раньше не слышал Называется Earth Это штука Которая предсказывает будущее С помощью генеративных нейросеточек Так Ну подожди Подожди Давай Я сказал будущее Погоду Не будущее Погоду Ну скоро будущее Ты смотришь У меня уже все Со своим будущим Короче он такой выходит Говорит А теперь у нас проект Earth 2 И говорит Этот проект в будущем Должен обсчитывать погоду По всему шарику И показывает Что сейчас мы умеем Просчитывать погоду Вот условно На небольшом клочке Земли Но мощности 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 И скоро мы хотим Это вывести на всю планету Прикиньте У нас будет планетарный Гизметио Который просто будет Все обсчитывать Либо вот это вот Срань Из фильма Особое мнение Когда тебя арестовывали За преступление Которое ты совершаешь Ну там недалеко Но ты кстати Недалеко ушел Потому что Он начал С маленьких таких вещей Ты такой слушаешь Думаешь Ну так Ну вот они там Планету модели А он прямо говорит Что мы моделируем планету Для того Чтобы предсказывать погоду И такой Так Моделируешь планету Что-то матрица Там это все Ну не Ну не Наверное не И дальше он Сразу после презентации Иорзе говорит А теперь Мы вам представляем Digital Humans Я такой Чего Кого Здрасте Здрасте Да А он говорит Реально Мы разрабатываем Ну короче Digital Humans Это технология НVIDIA Которая занимается Цифровыми копиями Людей Но не то что Там прям Не прям копиями А по факту Это аватары Мы их уже видели Но вот NVIDIA Сейчас тоже будет делать аватаров Но как бы учитывая Что это только первые прототипы У меня уже в голове начинают складываться Ага Цифровые люди Цифровая планета Да Вот этот вот Киберпанк просто какой-то Как думаешь Через сколько нам Джейсон Хуанг Про цифровое бессмертие Будет рассказывать Я уже сомневаюсь Я уже сомневаюсь Что Джейсон Хуанг Это Джейсон Хуанг А не какой-нибудь Джейсон Хуанг Идем Да Это не все Ребят Вы посмотрите Эту презу Это просто Она смотрится Очень интересно Как научно-фантастический фильм Дальше он говорит Слушайте Ну цифровые люди Там аватары Это все такое Это все уже мы видели А я вот Что буду сейчас задвигать Давайте поговорим Про Physical AI И Reinforcement learning From physical feedback Для тех, кто не знает Reinforcement learning From human feedback Это один из способов Обучения нейросетей Современные Один из пока что Самых, наверное, эффективных Но там есть вопросы Когда человек дает Фидбэк модели Да Недавно, кстати, работа вышла Где сказали Что он наоборот Этот способ Делает более Нечеловечные модели Но в целом А тут он говорит Нафиг нам этот Человечный фидбэк Все, его уже мало Уже информации не хватает Ну Хуанг про это не говорил Но тоже была новость Он говорит Все, мы будем делать Physical feedback Наши модели На нашем железе Будут получать Фидбэк С реального мира И ты такой Черт Цифровая земля Цифровые люди Получение фидбэка Из реального С физического мира А это как? Ну типа У нас же нейронки Они нейронки У них нет ни рук Ничего Какой физический фидбэк? Черт Это очень похоже На ребенка, кстати Да? И он тут говорит Ну типа роботы Все, мы вообще-то Говорит Хуанг Мы вообще-то занимаемся Кроме процессоров Автоматизацией фабрики Если вы вдруг не знали NVIDIA этим занимается И вот как раз таки При автоматизации фабрик Они используют Полное дублирование В цифровом мире Реальных фабрик Как это выглядит? Они показывали На примере Foxconn тайваньского Это фабрика Которая делает Много чего для Apple Они приезжают На фабрику готовую На фабрику Которая делает Электронные вещи Они специальными роботами Специальными штуками Там прям роботы ездят Роботами Сканируют ее полностью Переносят полностью Цифровую копию Делают цифровую копию Ну будто бы В Unreal Engine Взяли и нарисовали Вот полную копию фабрики С точностью до сантиметра А дальше Они запускают В этой симуляции ИСАК-СИМ Плюс некоторые другие Компоненты Если слушали наш подкаст Должны знать ИСАК-СИМ Это Симулятор Физических Характеристик Физического мира Внутри Цифрового Он используется Для того чтобы Предтренировать Роботов То есть до того Как роботы Промышленные Выходят на рынок Их надо как-то Тренировать на задачу Да, они выходят в симулятор Да, дорого Их тренировать На реальном мире Опасно Поэтому их в симуляторе Тренируют И вот Хуанг Что делает Они делают Цифровую копию Фабрики Туда запускают Всех новых роботов Там эти роботы Обучаются С помощью разных штук В том числе ИСАК-СИМ Обучаются Как надо работать С вот этими фабриками С этими лентами Конвейерами И дальше Они просто устанавливают Уже готовых роботов Которых загружают Виртуальную эту прошивку Устанавливают На реальные фабрики И вот этот вот Reinforcement Learning From Physics Фидбэк Это сейчас Ничто иное Как обучение Роботов на физике Внутри симуляции И тут у меня Голова вообще Вылетела Ну типа Чуваки делают Роботов Которые Обучаются Практически В очень Проработанной Цифровой копии Заводов Которой проработана Физика Которой там Точностью до миллиметра Все описано К этому же Они делают Цифровой слепок Земли И еще цифровых людей Ну это же полный Киберпанк Ну да Какая нафиг погода Мы оцифруем Весь мир Запустим туда Диджитал хьюманов Ваших аватаров И вас Подключим Через этот катетер Чтобы вы там получали Физораствор И подключим Прикинь как круто Они там будут Жить у себя Мы будем с ними Обмениваться Технологиями Контентом Ну Я короче Конечно же шучу Но Вот Слушалось Это все Какая-то Нереальная Магия Которая В принципе Ты смотришь Такой В принципе Уже сейчас Зачатки Вполне себе Работают Вот Я фиел Очень круто Очень круто Очень страшно Вот Еще они там Про автомобили Говорили Эти Беспилотные Конечно же Ну это уже не так По сравнению Со всем остальным Но такое Да Камон Тут уже все Цифровизация Матрица Реально Хуанг Делает Это архитектор Он сделал Техническое обеспечение Он сейчас ждет Пока нейронки Подтянутся И все Он будет делать Матрицу Ну Слушай Матрицу Еще не так страшно Возможно Это получится Скайнет И не зря На самом деле Антипонопольная служба США Наконец-то Заинтересовалась Нвидией Потому что Что-то Ребят Действительно Последнее время Начинают Походить На скайнет А антимонопольщики США У нас главное Анти-скайнет Агентство Как мы знаем Вот Поэтому Будет Нвидия Проходить Удит Слушай Странно Что они Раньше Не заинтересовались Как-то Вообще Да Насколько Насколько Хотя Там есть Другие игроки Ну понятно Что для Иая Просто Мне кажется Что Государство Начинает Раздуплять Что Иая Это Стратегически Важная Технология Соответственно Начинают Обращать Внимание На тех Все железо Для них Делает Как бы Нвидия Да И в итоге Минюз США Будет заниматься Нвидией А FTC Наш любимый Федеральная Торговая комиссия Будет заниматься Кем бы вы думали Майкрософтом И OpenAI Так что Ждем новостей Ждем новых Горячих Споров И обсуждений Вызов Конгресс США Ну Еще Нвидия Анонсировала Это такая Мини новость Тоже Project Game Assist Или Project G Assist Это ассистент Для игр Вот как Показывали Капайлот Демка Где они В Майнкрафт Играли На презентации Виндовой То же самое По сути Запускает Нвидия Вы с этим Ассистентом Сможете Играть в игры Спрашивать У него Советы по игре Он Скожет Рассказывать Как прокачивать Правильно Я посмотрел Демку Прикольно Чувак Буквально Спрашивает Как мне Раскачать Персонажа Если я хочу Играть Так И он Совет Какие Характеристики Добавить И так далее Прикольно Но это Не была бы Еще Нвидия Как это Правильно Сказать Фразу Не была бы Это Нвидия Если бы Они Еще не дали Этому Ассистенту Доступ К железу Небольшой То есть Через этот Ассистент Можно будет Во-первых Сделать Всякие трейсы Вашей Производительности Вашего компа Во время игры А еще Они показали Что через него Можно будет Даже Оптимальные Настройки Выставлять В игре То есть Ты просто Голосом Говоришь Эй Чувак Сделай мне Майнкрафт Работал Без лагов И Настройки Изменяются Вырубай RTX У тебя Просто свет Вырубается Поп Вырубается И все И И орел Прилетает На плечо Садится И говорит Капитан Поехали Ну все Я и NVIDIA Желаем Удачи В антимонопольных Разборках Но Microsoft Далеко Отпускать Не будем Потому что Им тоже Есть про что Засветиться У нас сегодня Да уж Как и вашим Скриншотам Которые должны Были безопасно Храниться Да Да Мы Когда Выпуска Два Наверное Назад Или один Рассказывали Про то Что показали На конференции Build Наверное Два Назад И там Показали Одну Крутую Функцию От которой Все прям Были в восторге Поначалу Это рекал Это функция Которая Постоянно Мониторит То что у вас На мониторе И с помощью Этого Как бы Имеет доступ Ко всей информации Потому что Это сохраняется Информация И может Так вот Быть вашей памятью Того что вы делали То есть В контекст Ее загружать Можно через Ассистента Копайлота Спрашивать Для того Чтобы это работало Делаются скриншоты Надо понимать Скриншоты Да Каждое Количество времени Несколько раз В секунду Обещали И оказалось Что Microsoft Недостаточно много Говорили про приватность Ну вообще Как бы не говорили Но за то Что они говорили Они сказали Что Типа у нас Те данные У них спросили Где данные Хранятся Комон Scale Light Что вы не знаете Такая база данных Если что С этой базой данных Все там Разработчики Плюс-минус Работали Это очень простая штука И все Она там Хранится Плэн текстом Как бы А зашифрованный Так Вон Ребят Технология Мы еще даже Не выпустили Какое И их Просто за это Ну Они так Официально Наверняка Не отвечали Но безопасники Увидели Что это все Хранится Не зашифрованно В скриншоте Лайт базе И просто Майкрософт Такие Чуваки Воу Все Мы согласны Мы функцию По умолчанию Будем отключать Windows 11 То есть Надо будет И включать Самому Данные будут Храниться В зашифрованном Виде А для пользования Рекалом Нужно будет Авторизироваться Через вебку Через пин-код Либо через Отпечаток пальца Забавно Что ты уже Называешь Рекал Не рекал Рекал Почему-то Не очень Тебе нравится Видимо Не Ну почему Мне нравится Ну Типа Я Не то чтобы Против Потому что Все это Внедряют Ну конечно Стремненько Мне обидно За машин За MateOS Мне обидно Наши старые Кореша И за Mate Потому что Мы их когда-то Когда они Выкатили Свой MateOS Помощник Который Скинет Ваш экран И помогает Вам работать С операционкой И они Кстати Расскажем Дальше Они пивот Так вот Мы их тогда Критиковали Типа Как вы там Это все Неприватно Все фотки Они безопасны Тут выходит Майкрософт Рассказывает Про это А здесь Майкрософт Не зашифровано Два секунды Все в восторге И только да Через месяц Или через пару недель Прилетает Потом выходит Эппл И такой Ну Майкрософт Конечно И просто Говорит в три раза Больше слова Привыс И показывает То же самое И все в восторге Все этого ждут Ну что за лицемерие Ох я уже представляю Чем будут заниматься Вирусы будущего Они будут воровать Эти скриншоты Наверняка А потом тебе Вымогать денежки За то что ты Главное Смотришь На монитор Главное камеру Заклеиваете Да теперь нужно Монитор заклеивать Леша Понимаешь Видите Ну ты что Какое заклеивать Его надо Его надо Не знаю Его надо закрывать Выключать Экраном Который глаза Не портит Специальным И как тут Либо покупать Внешний монитор Чтобы его подключать И закрывать лэптоп Наверняка Это работать не будет Ну оно же на внешнем мониторе Да У тебя же компа Сохраняет Короче это мы все шутим Никак вы от этого Не избавитесь Потому что все будет У вас скриняться И как бы вы не хотели Ну возможно Уже давно скриняться Кстати Мы не знаем Да Товарищ майор Позвоните мне Все С Майкрософтом Нет Не все кстати С Майкрософтом Небольшая новость Но приятная Мы с тобой тоже обсуждали Где-то с год назад Модель Вали Да Было дело В общем-то Выкатили вторую версию Этой модели Модель Для распознавания Голоса И перевод В текст Ой Сорян Для генерации Речи Эта модель И Пока что по-моему Вали Самому скачать нельзя Нигде Хотя может уже и можно Но они заявили Что эта модель Настолько классная Что она будет работать Лучше чем все Вот мне прям интересно Посмотреть Что будет на демках Неужели она будет работать Хотя бы на уровне Соры Ну посмотрим Плюс это Зарашот модель То есть И там Для генерации речи Нужно совсем мало Сэмплов Ваших Ну ждем Что ждем Да Так Ну что Твоя любимая Мое любимое Да Это незаконный порядок Это OpenAI Это я бы сказал Даже твое любимое В квадрате Потому что оно находится В твоей любимой рубрике Большие рыбы А значит Твое любимое в квадрате Да Получается в квадрате Возможно даже и в кубе Посмотрим Кубик в кубе Кубик в кубе Да В общем Короче OpenAI Опять Немножечко Скандальными новостями Нас радует Потому что Появилось Публичное Публичное Непубличное Письмо Где 9 бывших И текущих сотрудников Раскритиковали OpenAI Якобы OpenAI Недостаточно Уделяет внимание Рискам Связанным С потенциальным AGI И тем Что AGI В себе несет Тем риском Который он в себе несет А почему ты говоришь Публичное Непубличное Потому что Большинство Из сотрудников Подписали его Анонимно Это письмо Да Половина Половина Из 9 и 4 Да Типа ребята Мы как бы С одной стороны Хотим подписаться С другой стороны Мы боимся Злого Альтмана Который отберет У нас акции Слушай Ну я так могу Написать письмо Где будет 30 сотрудников Тоже Да кстати Вполне Все просто все Анонимы Типа Чего нет 30 сотрудников Аневая клаба Да Где даже нет 30 сотрудников Но вообще Новость конечно Печальная Вы можете Это письмо Почитать Печальная Она тем Что продолжается Бурление вокруг Того Что люди Уходящие Из OpenAI И теперь даже Работающие Возможно Беспокоятся О том Что в OpenAI Творится какая-то Дичь По отношению К AGI Что они Недостаточно Времени И внимания И вообще Недостаточно Много думают О будущем Сильного Искусственного Интеллекта Который они Наверняка Уже Разрабатывают Я Ну я За этих ребят Я прям радуюсь Потому что Вообще Они молодцы Большие Они отстаивают Прозрачности Разработки И они отстаивают Про свое право Быть услышанными Потому что Ну Разработка AGI Я за то Чтобы она Как минимум То что там происходит Было публично Это вам не Веб-сервис Написать Это Блин Разработка Уровня Разработки Ядерного оружия Я не побоюсь Того слова Как минимум По уровню Вливания бюджета Сегодня еще Будет небольшая Новость Это становится Похожим На холодную войну На угонку Во время холодной войны Так уже между Китаем И между США Ну да И скорее Между корпорациями Даже больше Чем между государствами Забавно Кстати Есть еще Будет ссылка На твиттер Тредик Который Один из сотрудников Который Подписал письмо Который Неанонимно Подписал письмо Его зовут Даниэль Кокотайло Хохотайло Наш хлопец Слухай Кокотайло Да Это же Это же Дянец Хохотайло Да Как какой-то Дианя Ё-моё Как какой-то Деревенский Дурачок Из-под Ивана Франковска Даниэль Хохотайло Иван В общем Ладно Короче Нет Зря мы так Человек А парниша Крутой Парниша Во-первых Уволился Из OpenAI Во-вторых Отказался Подписывать NDA При увольнении В-третьих Написал Twitter Тред Где точно Так же Тихоет OpenAI Из-за того Что Недостаточно Внимание Уделяется Как отказался Там история Более драматичная Там История Более драматичная История В том Что при уходе Ему Предложили Подписать документ О неразглашение Как мы помним Там были сливы Что По договорам В OpenAI Ты не имеешь права Честно до конца жизни Рассказывать Что там происходило Боже мой Что же вы там Разрабатываете Если не ядерное оружие В общем Ему дали это соглашение Типа Если хочешь Чтобы мы тебя Не лишили акций Пожалуйста Подпиши На что чувак Показал Жирный Смачный Фак Ушел И написал В треде Как это все было Естественно С его слов Но вообще Если так оно и было То это очень некрасивое Поведение По отношению К сотруднику И Кстати непонятно Решили его акции Или нет Непонятно Скорее всего Будут какие-то судебные Разбирательства В общем Знаешь В чем прикол Вот в прошлом выпуске Мы много рассказывали Про эти слухи Вокруг Сэм Альтона На OpenAI И сейчас их еще больше Становится И я словил себя на мысли Что Я такого нигде не видел Что когда ты увольняешься Из компании Когда кто-то увольняется За OpenAI У меня уже по умолчанию К этому человеку Хорошее отношение При том что И к OpenAI у меня Пока что нормальное отношение Но когда он увольняется Такой думаешь Блин Ну как Ильеха Прям хорош Да Да Кстати да Наверняка Ты со мной будешь бегать И короче палками На сервера OpenAI Разбивать А возможно Возможно Или бороться за права AGI Возможно там уже AGI И от него уйти Еще сложнее Представляешь Как тяжело Типа А Ты в Вархаммер играл? Нет Ну ты знаешь Про там историю Примархов Бога императора Бога императора Да Там просто фишка в том Что Есть там Очень подробно Описанный Сюжетный момент Вокруг Который много чего крутится Называется Ересь Хоруса Когда Сын Примарх Предал бога императора А бог император Это типа Всевысшая сущность И там В силу стечения обстоятельств Так получилось Что бог император Он просто Воссел на свой трон Для того Чтобы закрывать дырку Между условным там Адом Варпом И миром людей И типа Это стало его Единственной обязанностью Потому что он Самое сильное существо И вот он сидит На этом троне И типа Не дает проникнуть Нечисти в наш мир Прикинь Сам Альт Он тоже Он такой бог император Который просто Закрывает с собой Дверь в серверную Или стоит с топором Прикинь Его работа Стоять 24 часа На 7 С топором Возле кабеля Блин Лучше бы тогда Этим занимался Не знаю Илон Маск Потому что Маск хотя бы Да Хотя бы физически Сильнее Альтмана Мне кажется Я бы поспорил Я бы поспорил Ну по крайней мере Внешне так кажется Ладно Что еще показали Не показали Да Это же я все еще Живу в мире Где была конференция OpenAI Поэтому говорю Что показали В общем Зарелизили Функцию Background Conversation Все просто Вы теперь можете Разговаривать С чатом GPT Свернув приложение Прикольно удобно Это по статье Очень крутая фича Пробовал уже, нет? Нет, еще не пробовал У меня ее нет Батарею усаживают знатно Но А Нет, на айфон Не завезли Ваши бедные Ну Вчера не было Сегодня я не смотрел Может обновилось Что Фишка прям прикольная То, чего не хватало Ты теперь можешь Там за рулем Запустить в бэкграунде OpenAI И он Разговаривая с ним Он ожидает Он ждет Пока ты к нему Не обратишься И пользоваться Параллельно Там чем угодно Картами Ютубчиком Еще чем-нибудь Ну, по сути Как звонок получается Получается Как звонок, да То, чего не хватало Так У нас еще В сценарии Написано Что OpenAI Адонсировали Чат GPT Иду Но Мы об этом Рассказывали В прошлый раз А ты хорош Ты мог просто И сценарий Это ударить Но мы напомним Образование Это важно Да Образование Это важно Чат GPT Иду Это Чат GPT Для Образовательных Для доставки Еды Да Еду Для образовательных Учреждений Короче А если бы Знаешь Знаешь Если бы Чат GPT Был Русскоязычным Проектом Знаешь бы Что такое Было Чат GPT Иду Что Это Были бы Карты Для навигации Чат GPT Иду Да Тоже вариант Тоже вариант Ладно Давай дальше Двигать Удивительно Про OpenAI У нас сегодня Прямо Мало Ну Конференции Были Ну да Давайте Гуглу Двинем У них тоже Были Небольшие Но Прекрасные Релизы Давай Быстренько Пробегусь Во-первых Что Что у них Короче Они Если кто-то Апишками Гугла Пользуется То они В апишки Подвезли Gemini Полтора Про И полтора Флэш Теперь Можно Использовать А еще Гугл Запустили Соревнования По написанию Приложений С использованием Gemini Очевидно Запустили Для того Чтобы Популяризировать Использование Gemini И вообще Gemini Для разработки И не только Для разработки Горят Хорош Потому что Ну Контекст Там Очень Сильно Большой Но Ты Начал Говорить Gemini Да Справляюсь У Gemini Миллион Контекста У GPC Чо 1280 128000 Контекста И на 128000 Gemini Прям Работает Получше Так вот Джин Делориан Делориан Да Вы Реально Можете Выиграть Электрокар Который Выглядит Полностью Как тот Самый Кар Из Назад В будущем Если Олды Есть Наверняка Знаете Этот фильм Так что Ну Кроме Делориана Там еще Куча Разных Призов Чтобы Там Поучаствовать Надо Написать Приложение Либо Мобильное Либо Джаваскриптовое Что там еще На Java По-моему Есть Есть Разные Номинации Штук Десять И призы Начиная От 50 тысяч Долларов И Заканчивая По-моему 300 тысяч Долларами То есть Прям Швах Прям Что за Слово Привезло И Делориан Проекты Принимаются До 12 Августа Поэтому Если Вдруг У вас Есть Сила Интерес То Попробуйте Вот И еще Google Выкатили Модельку Экспериментальную Которая Предназначена Исключительно Для права К оптимизации Python Кода Называется Code Transformation Пока что Нигде Скачать нельзя Можно Только Попробовать В их Плейграунде Ссылочка Будет В описании Да И Наверное Наверное Еще стоит Упомянуть Про мобильное Приложение Угловское Потому Что Оно Смешное Да Рассказывай Ты пользовался Вообще У тебя На айфоне А Ну там Не с айфоном Дело Короче У Джимина У Емени Есть Приложение Мобильное Которое Было Доступно Не Было Доступно Тем Он тоже В Европе Вот Они его Раскатили Я скачал Ну это Как ассистент Open AI Но только Очень Тупенький На русский Язык Потому что Первая же фраза Которую я ему Сказал Я ему Включил И говорю Привет Как дела Что он Пишет Привиус Годила И короче Вдает мне кучу Статьев Про предыдущий Фильм Годилы А ты Как раз Любишь Годилу Реша Ну Дело в том Что я уже Все посмотрел Так что Не попал Да Ну ничего Завезут И туда Русский Язык Когда-нибудь Так же Как Anthropic Anthropic Завезли Tool В Клод 3 Знаешь Что такое Tool Это Инструмент Да Все правильно Короче Это А-ля Action Есть Чья-то GPT А нет Подожди Tool Это 2L Получается Еще Да Что-то Разошелся Сегодня Прямо Я Станируюсь На Кламбурах На Кошках Все Не прерывай Короче Возможность Запускать Внешние Апишки Передавать Инфу Подключать Там базы Датных И прочее Из Клода Из Клода 3 Как тебе Такое Это Крутая Штука Потому что Похожая Штука Пока что Есть Только В Open AI Апи Называется Как Экшнс Она Называется Когда Можно Вызывать Внешние Лузы Через Модель Учить Модель Это Делать Немножко Короче Пишите Апишку Для Параграммистов Науче Пишите Апишку Эту Апишку Можно Научить Модель Вызывать Модель Можно Научить Особо Нигде Не Было Вот Я Не Помню У Мистер Есть Такая Же функция Или нет Вызов Функции Наверное Есть Но В Антропике Прям Не Хватало Прям Не Хватало Пользоваться Можно Работает Прям Неплохо Для Кого Тоже Знакомо Так Что Мне Прям Айс Мне Нравится Я Прям Люблю Такое Молодцы Развиваются Ребята Все Так Конкурент Чат Да Во-первых Ты написал Не Алибаб В сценарии А Алибаб Давай Обратим На это Внимание А видишь Какой Мужлан Я хотел Спросить А мы Сегодня Когда Вначале Говорили Про Опен Я Я Сказал Что Они Запартнерились С Алибабой Или С Этим Господи Или Не Алибабой Ты Помнишь Или Не Ты Сказал Что Они Запартнерились Алибабой А Они Запартнерились Да Это Правда Господи Я Вот Сразу Это Заметил И Стал Тебя Повторять Да И Мы Сценария Выкосили Это Как Раз Да Ну Ладно Ну Короче Запартнерились С Алибабой Запартнерились Нет Подожди Амазон Не Амазон Нет Не Амазон Кстати Безос Темная лошадка Безос Темная лошадка Он Ждет Кого Нибудь Кто Придет И С ним Спартнериться Да Конечно Дропиками И так Спартнериться Ну Там Такая Все Партнерство Непонятное Пока Хотя Мало Новостей Короче Что там Блин Лидия Давай Пока Скажем Что там Алибаба А Алибабы А я Попытаюсь Вспомнить Короче Как Алибаба Была Модель Квен Они Выпускают Следующее Семейство Под названием Квен 2 Причем Это Локально Запускаемая Моделька Которая По бенчмаркам Ажламу 3 Обходит Причем Квен Прошлый Квен Был Лидером По бенчмаркам Что там Еще Прикольного Прикольно То Что Она Называется Почти Кван Мен Если кто-то знает Что это такое Это 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 Фаервол По моему Китайский 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 Фаервол Китайский Фаервол Грейтвол А Кван Мен Это Северокорейская Корейский Фаервол Чей-то Фаервол Короче Из Азии Но Он Называется Квен Квен 2 Да 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 А Опен Я фиг Знаю С кем Запартнер Здесь Буквально Сегодня Новость Была Ну Короче С кем Ты Прям Все Поломала У меня Все У меня Сломалась Башка Я Такой Блин Ведь Нажми Control За Сценарий Можете Откатиться Нажми Вот Прям Сейчас Откатилась Откатилась Ну И Расскажи С кем Они Запартнерились Оп И Я Сорокл Ну С Сорокл Начинается Да Короче Ребятам Не хватает Уже Майкрософтовских Азеровских Мощностей Поэтому Они Теперь Будут Попасть Мощности Еще И Оракл Как Вам Такое Исправились Все Исправились Не Надо Будет Помнить Что В Следующем Выпуске Мы Исправлялись С Алибабой Понятно Смотрим Ну Заявление Того Что Квен Квен 2 Сильнее Каких-то моделей Оно Имеет Место Быть Потому Что Квен Полтора В свое Время Была Одна Из самых Мощных Опенсорс Моделей Просто Напоминаю И Плюс Они Умеют С Этой Модель В Русский Язык А еще В Пойский Чешский И С С С С Да По Лицензии Apache 2.0 Распространяется Ну Это Приятно Ну Что Stability AI Наверное Последняя На сегодня Большая Рыба Твоя Любимая Stability AI Последняя Большая Рыба Еще Одна Моя Любимая Большая Рыба Короче Релизнулась Stability Ну Так Давайте Для тех Кто Не в курсе Это Диффузионная Модель Которая Рисует Картинки Может Запускаться Локально Плюс Она Open Source Насколько Я понимаю Хотя Для коммерческого Использования Нужно Платить Денежки Умеет Фотореализм Причем Очень Неплохо Умеет Фотореализм Я посмотрел Я попробовал Чуть Очень Похоже На Уровень Ну Наверное Там Короче Уровень Того Меджорни Каким Я помню Меджорни Я не пользовался Меджорни Несколько Месяцев Ну Вот Тот Меджорни Который Был Три Месяца Назад Условно Вот Это Вот То Что Сейчас Стабилити В Будет Неплохо Запускаться На Чих Небось Несильно Дорогих Серверах Короче Посмотрим Возможно В том Самом Как Это Называется Господи Оракол Все Этот Оракол Вообще Нам Все Сломал Просто Я Хотел Сказать Что Возможно В Всех Самых Эпл Облаках Приватных Как Раз Будет Сидеть Провод Компьютинг Клауд Провод Компьютинг Клауд Ладно Ну А вторая Новость Про Стабили Ти О том Что Они Открыли Доступ К Опенсорс Модели Стейбл Аудио Модели Генерируют Музыку До 47 секунд Генерируют Ну Генерируют Ну Вы Уже Все Разбалованы Сервисами Типа Суна Юдио Понятно Что Юдио Там Кстати Юдио Просто Офигел Там Есть Я Потом Скину Вам Да Он Вообще Делает Треки Которые Просто У меня В плейлисте Этого Трека Из Удио Я Ставил Свою Супруге Которая Жесткая Отрицальщица Ну Ладно Не Отрицальщица Я Просто Фиаретов Я Ставил Я Не Экспериментирую Иногда Я Иногда Ставлю Контент Который Я Изгенерил Чтобы Проверить Просечет Или Не Просечет Первый Песня Протестная В стиле Би-2 Она Такая Нифига Класс А я еще Сказал Что там Стихи Мой Знакомый Написал На самом деле Стихи Мой Знакомый Написал Но Вся Генерация Юзио И я Говорю В конце Знаешь Какая Самая Классная История То Что Юзио Написал Ну Это Ай Блин Вот Это Прям Хорошо Что Ты Не В конце Сказал Потому Что Еще Более Эффектно Звучит Вот Но Суть Не В Этом Суть В Том Что Теперь У У Есть Опен Сорс Решение Которое Может Генерировать Фиговую Музыку Но У Них То И Ньюз Кейс Не Такой Они Предлагают Генерировать Сэмплы Для Инструментов А Это Сильно Более Простая Задача Вот Это Прикольно Это Прикольно Прикинь Какого-нибудь Фрутилупс Скоро Появится Возможность Писать Промпт И Получать Сэмплы Я думаю Даже Дальше Можно Пойти Они Типа Что-то Своего Свои Ты можешь Свои Сэмплы Скормить Я уж Не знаю Как Рагоподобной Системе В общем Натравить Эту штуку На свои Сэмплы Либо Можно Например Я думаю Будет Натравить На свой Проект В фруктах Фрутилупс Студии Бочек Ударных Кстати Это прям Прикольный Кейс Но Лицензия Там Такая Не очень Приятная Для коммерции Тож Модель Использовать Нельзя Если Хочешь Использовать Для коммерции То Нужно По-моему Писать Им Лично Короче Заплатить За подписку Стабилити Я и Хочет Зарабатывать Ну да У них Все Сложно Да У ребят Там Действительно Совсем Непростые Времена Они Подписку Пытаются Продавать И вот Модели Лицензии Меняют Ну пускай Пускай Пробуют Заработать Что еще Что еще Что еще Рубрика Что еще Что еще Что еще Что-то еще Может А может еще Что-то Что еще А еще Мэйд 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 Наш любимый Машин.нет Компания Машин.нет Сделала Крупный пивот Они Объединили Функции Я надеюсь Последний Самый Удачный Они Объединили Функции Мэйд Уэса И машины Net AI Плагина Это штуки Для помощи При написании Кода И помощник Операционной Системе Сделали Новый Продукт Мэйд Это ваш Помощник В парном Программировании По факту Окошко В которое Вы загружаете Ссылку На свой Проект Дальше В этом Окошке Можете С проектом Работать Эта штука Может редактировать Код Рефакторить Код Запускать Команды И даже Видеть То что Происходит У вас На рабочем Столе Через GPT Vision И таким Образом Помогать Вам разбираться В том Что в IDE Происходит То есть По факту Они сделали Что-то Типа GitHub Копайл Он только Который Может и сам Код Править И отвязан От IDE Потому что Работает По факту Со всем Что у вас На рабочем Столе Есть Поэтому Попробуйте Я прям Рад за Ребята Они молодцы Мы за Несет Переживаем Да Они прям Каждый раз Помогаем Кстати Плагин их Остался Работоспособным Он просто По другому Адресу Сейчас Если пользовались Не волнуйтесь Продолжить Поддержку Имейта И Машин Net И Плагина Подписки Правда Разные На то И на то По отдельности Подписываться Надо Но Я Мэйт Использую Мне прям Нравится Круто Да А что еще Порвало Интернет Даже Не платят За рекламу Конечно Не платят Нам Никто Потому что Мы лошары Всех Бесплатно Рекламируем Но Если Вдруг Мэйт Машин Когда-нибудь Захотят То Мы Будем Не против Абсолютно Ребята Приходите Расскажи Что Порвало Лума Лапс Это Такая Сора Которая Существует В реальности Скажем так Я бы Так Назвал В общем Ребята Это Тексту Видео Ребята Позволяют Сгенерировать 30 Секундные Господи Почему 30 Секундные Не 30 Секундные Короткие Жирновато Да Это 30 Видео В месяц Не дают Бесплатно Сделать В общем Это Короткие Несколько Секундные Ролики По Вашему Текстовому Описанию Демки Просто Бомбезные Ничего Не разваливается Никаких Перетеканий Из кадров В кадр Как В невесте Ктулху И так далее Красиво У меня Честно скажу Не получилось Сгенерировать Красиво Я попробовал Несколько Промптов У меня Все равно Кадры Разваливаются И перетекают Но Демки Классные И еще И еще Кстати Из Интересного У нас Когда-то была Рубрика Ржом над Гуглом Которая Постепенно Переросла В рубрику Ржом над Хумейн И яй Подожди Ты Блин Так быстро Закончил Я только Хотел рассказать Что приходите К нам в чат Там ребята Классные Примеры Накидарь И я Тоже успел Я сгенерил Бой Цукерберга И Маска И Альтмана По-моему Ой нет Нет Альтмана И Скарлетт Йоханссон И оно Сгенерило Бой Но вылезет Прикольно Ну все равно Разваливается Немножечко Прям сильно Разваливается Прям как я С моим интернетом Да Очень похоже Короче Переходите К нам в чат А мы переходим К рубрике Ржем Ржом над Хумейн И яй Если кто не помнит Хумейн И яй Это чуваки Которые сделали И яй пин Это вот это Замечательное устройство Которое Вы носите На своей одежде Которое Лазером Проецирует Экран вам в руку Которое По сути Является интерфейсом Доступа Которое Стоит 700 баксов И еще 20-долларовую Подписку В месяц Они еще Подписку сделали Блин Пипец Они разработали продукт Который никому Не нужен Для чего Хумейн Не для чего Для того Чтобы мы продали Наш проект Вот Но Если вам Этого мало Если вам Если вы еще Не готовы купить То Пошел слух Что эта байда Еще и горит То есть Мало того Что мы с нее горим Так она еще Сама теперь горит Да Она еще Сама горит Ладно Справедливости ради Горит не сам Хумейн и я Его батарея Во время зарядки В специальном кейсе А горят люди В котле В воду В отдельном Которые купили Хумейн и я И которые его производят Ну в общем Вот У ребят Все еще Проблемы Супер неудачный Продукт Выходит Который тем не менее Тем не менее Хочет купить HP По слухам Блин Витя Это Это компания Ходячий Трабл Компания Ходячий Просто Неудача Потому что Новость о том Что их возможно Хотят купить HP Это слух И причем Хотят купить За миллиард долларов Потому что В прошлом выпуске Мы говорили Что они Мы ржались То что они хотят Чтобы их купили За 750 миллионов А тут Ставки повышаются И да И ровно после этого У них начинают Они присылают письмо Всем пользователям О том что Эй чуваки У нас тут это У нас проблемы с кейсом Не пользуйтесь им Пожалуйста А мы вам за это Дадим Аж целых два месяца Бесплатной подписки И на вопросы Журналистов А кейс вы новый Нам дадите Они хранят Короче Мушкетерское молчание Скажем так Это как вот Когда у Самсунга Горели их Замечательные смартфоны Помнишь Был кейс Когда взрывались Смартфоны Самсунг А да Подожди С Сэплом Так тоже было Нет Сэплом не было А они гнулись Окей Вот у Эпла гнулись Да У Самсунга Взрывались Не помню Что это была за модель Galaxy Note Наверное Они назывались Точно не помню Но тогда Galaxy отзывал Смартфоны То есть они не говорили Что типа Ребята мы вам Самсунг Клауд Бесплатно дадим Ну видишь Можно то порадоваться За Химмэй Потому что Они сделали Настоящий Взрывной продукт Просто огонь Да Самый любимый браузер С детства После оперы И они порадовали Нас тем Что выпустили сервис Для генерации Веб-сайтов Называется Solo 1.0 Выглядит все очень просто Заходите на сайт Пишите промпт Пишите что вам нужно Немножко там есть конструктора И вам рисуется сайтик Публикация сайтов Можно делать бесплатно А можно привязать К собственному домену За это нужно будет Дополнительную денежку Заплатить В общем для тех Кто не бум-бум В разработку сайтов И ландосика Если нужен Можете попробовать Вот И сразу Давай про связанную Новость скажу У компании Потому что она тоже Про ландосики Кстати говоря Да Викс Которая занимается В принципе Созданием ландосов Они в какое-то там Пару месяцев назад Тоже выкатили инструмент Который Помогает с помощью Промптов И я Создавать Лейдинг пейдж А тут они Выкатили еще Инструмент Который создает Теперь iOS и Android Приложения простые Тоже по промпту Плюс Конструктор визуальный Но Эти уже решили Что мы Солидный бизнес У нас же все хорошо И поэтому Подписка на эту услугу Стоит аж целых Сто долларов И В анонсе Они прям явно Отсылались к тому Что мы Телепрограммистов Убим Ну не убьем А заменим Это было конечно Смешно Потому что Ну Я делаю ставку На то Что там Под капотом Просто какой-нибудь Движок Который оборачивает Лендосы В аппликуху Что у вас там Кордовы были Вот эти вот Айоник Кордова Айоник Вот кстати интересно Есть ли на рынке Какие-нибудь инструменты Которые позволяют Вот так быстренько И бесплатно Создавать iOS Android приложение А конструктору Без Аяя Я как-то не сталкивался Но я особо не занимался Такой Я тоже не занимался Поиском Таких Может они делают Ставку на то Что таких инструментов Мало ли бы они не на слуху Ну как-то дороговато Вот А что касается Да кстати Надо было вместе Рассказывать эту новость Ну как есть В общем Люболапс выкатили Рабочую версию Что-то типа ссоры А китайская компания Под названием Куайшо Ты решил все новости Короче рассказывать Да Нет А китайская компания Под названием Куайшо Анонсировала то Про что вам сейчас Витя расскажет Потому что это его тема Да Китайская компания Куайшо Я думаю Это так читается Нет Это же была наша компания Получается Капусту квашеную делают Как Куайшо Да Как Куайшо Капусту Куайшо Еще всякие напитки В общем Короче ребята Анонсировали Сервис Под названием Клинк 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 Который генерирует Реалистичные видосы До двух минут В Full HD качестве 30 кадров в секунду По одному промпту То есть Это еще один конкурент Соры Которая Никак не релизница Вот Уже китайцы анонсируют И уже вроде как Даже можно стать Вейтлист Правда только с китайским номером Если что Ну а это считай Надо жить в Китае Потому что Китайский номер Ты так просто не получишь Да Но тем не менее То есть то что уже Прямо на тестгруппах Проводят Не то что мы раздали Каким-то супер Мега непонятным креаторам А прям Практически всем подряд Уже раздают Это Говорит о том Что ссори стоит Поскорее релизиться Ну я кстати Смотрел недавно Буквально вчера Видел тред в Твиттере Со сравнением Соровских видосов И Клинга И на одних и тех же промтах На одних и тех же сценах Надо сказать Что у Клинга Оно получается хуже Но незаметно хуже То есть ссора все равно лучше Но Клинг это лучше Чем Люмолабс То есть с помощью Клинга Можно будет уже делать Какие-то прям Анимации Аниме Еще что-то Может даже какие-то Сцены Но ждем Я жду Больше всего Знаешь Чтобы они сделали что Я хочу чтобы Когда я захожу К ним на сайт И там вот Промпт ввести Да И вместо кнопки Не знаю Сент Была большая кнопка Он Дабы я делал Клингон Ух Блин Тебя разрывают Мои шутки Я тебя обожаю Да вообще просто Я сегодня Вот здесь придется Постоять Тайвкод Просто каждую минуту Да привет Тебе Монтирующему Это видео Так И следующая Связанная новость DeepMind Которые собственно говоря Подразделение Гугла Показали Демки Своей Вео Вео Это тоже сервис По генерации И по тексту Видео Главный конкурент Соры Пока что Кажется Будто Да Да-да-да Главный конкурент Соры Судя по тому Что они показывают Умеют Прям реально Очень круто Делать Но опять же Непонятно Когда релиз Я бы сказал Что понятно Вот Ну ладно Да Они Почти практически Без намеков Говорят Что мы ждем Окончания выборов Ну OpenAid так и сказали И понятно Что все американские Компании Так или иначе Просто Не будут Выпускать до выборов Потому что Могут попасть Под пресс 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 И вот Все такое Поскольку Фейки Утром Боже много денег Фейсбуку Покупать нельзя Будем покупать Значит Он может Купить Какую-нибудь Будем покупать Китайскую Сипку Кстати В чате Пишут Что не знаешь Что такое Калингона В поисковиках Вбивать боится Жень Ну блин Ну это же Стартрек Ну камон Все нормально Можно вбивать Давай не бойся А что там Eleven Labs Eleven Labs Ну слушай Как бы Тоже есть новости Это конечно Небольшая рыба Поэтому оно Собственно говоря В рубрике Что еще Ребятушки Запустили Генератор звуковых эффектов По промпту И когда я говорю Запустили В данном случае Я имею ввиду Прям запустили То есть оно уже работает Ты можешь писать промпт Получаешь Коротенько Аудио Со звуковым эффектом Я попробовал Например там Бадумт с барабанами Или Крик чайки Пожалуйста Знаешь Денис Секси Айти Нами любимый Денис Ширяев Крупный канал В телеге Из которого Мы тоже новости берем Денис Тебе привет Спасибо Он У него есть Я уже рассказывал Что у него есть прикол Он тестит нейросети Генерационные На то Как какать В свитере В одежде Там Просит Всякие Диффузионки Нарисовать Просит Всякие Соры Сделать Это видео Либо Лэмки Написать Мануал Я пошел В AI Саундэффект Попросил Сгенерировать звук Человека Какающего В свитере Там было Три варианта В каждом из них Был хороший шлипок Работает А свитер Было слышно Вот со свитером Беда Со свитером Беда Короче Про Илона Маска Невозможно Конечно Не упомянуть Его Ни в одном из выпусков Сегодня Я уже говорил Когда про Блэквилл Процессор Рассказывал Что Маск Планирует Построить Новую датафабрику Давайте еще раз Повторю На цифрах Конкретно Маск К концу Этого года Закоммитился Построить Фабрику Не фабрику А датацентр На котором Скорее всего Будут игрока Тренировать Мощностью Сто тысяч Карточек H100 Это текущее Поколение Видео И как только Вышло Этот Компьютекс 2024 Маск Буквально Сразу же Написал Новость О том Что они Уже к концу Следующего Лета Это очень быстро Будут Построить Датацентр На 300 тысяч Штук Новеньких Блэквилл Процессоров 300 тысяч Штук Джейсон Хуанг Кстати В прессе Сказал Вначале Что он Говорил про Датацентр С 300 Тысячами Карточек Так вот Он еще Говорил Что нам В скором Будущем Ждут Тысячи Тысяч Карточек И Маск Уже планирует Консулет Сделать То что Сказал Маск Мы делим На два Ну в целом Просто Чтобы мы Понимали Это 300 тысяч Таких Карточек Это 6 миллиардов Трефлопсов Либо 6 Зеттфлопсов Я поржал Когда я эти цифры Переводил Потому что Маск Зеттфлопс Мне это Показалось Смешным Каламуром Но в целом Но в целом Маск говорит Что они Этими мощностями Хотят Вывести Грог На первое Место Лидирующее И Несмотря на то Что я считаю Маска Не очень Хорошим Человеком А Грог Одной Из самых Пока что Тупейших Сетей С такими Мощностями Я прям Не удивлюсь Если Если они построят Этот центр То Грог Прям сильно Можно скакануть Короче Как плохой программист Включить программу Увеличиваем железо В общем Да Да Просто Все так Просто накидываем У этих Пладочек Бьем его Сильнее Сильнее Бьем его Этой Как это называется Пувой Ракета Из SpaceX Было у вас в детстве Пува Это к Ютковскому Про ракеты Или что-нибудь Вот Ну что Рассказать Тебе про Simulation Точнее The Simulation А вот Расскажи Мне кажется Что мы даже Про него когда-то Ты про него Мне когда-то Даже рассказывал Рассказывал Да Короче Simulation Запустили сервис Потокового Видеоовещания Это собственно говоря То что я предсказывал В новогоднем выпуске То что появится Сервис потокового Видеоовещания По сути Галочку уже Можно ставить Хотя он еще В альфа-тесте Но тем не менее Короче Как это работает Ты Выбираешь Сцену Какую-нибудь Например Выбираешь Стилистику Саус Парка Прямо в их конструкторе И сцену Выбираешь Школу И главную улицу Сцена в 3D Это прям 3D сцена Ну Типа того Да Типа симулятор Да Как в симуляторе Выбираешь персонажей Которые в этой сцене Будут участвовать И пишешь промптом Что там должно быть Типа о чем будет Вестись разговор Среди персонажей А и выбираешь Еще одного Главного персонажа И тебе генерируется Серия Саус Парка И не только Саус Парка Смотри что ты выберешь Ну у них там Сейчас доступно Да На основании Того топика Который ты написал С генерацией Голоса С переключением Камеры Со всеми Анимациями Пока что Выглядит достаточно Статично На самом деле Но Серия Которая у них Лежит в демке Ее прям можно посмотреть Она имеет смысл Я не поклонник Саус Парка Но мне показалось Ну я типа Видел пару серий В своей жизни Но я посмотрел Эту серию И я типа Вообще не увидел Никакой разницы С обычным Саус Парком Ну разница есть Для тех Кто смотрит Саус Парк Но То есть вы Если смотрите Саус Парк Вы точно заметите Но там прям Еще и метаирония Потому что в демке Они попросили Записать серию Про дипфейки Типа что Картман хочет Открыть Студию Которая будет Заниматься дипфейками На известные сериалы То есть то Чем по сути Занимается The Simulation Ну главное Чтобы Знаешь Как у меня бабушка Говорила Главное Чтобы не дикпиками Занимались А в остальное Все нормально Дикпиками Это фотографии Кабанов Да Да Дикие кабаны Все так В польске В твиттер Я к ним тоже заходил У них там Достаточно Такой слоган Интересный Они пишут Oculus Pixar And AI Team Building AI Westworld И я такой Блин Ну еще Дайте мне Я только Джейсона Мамоа Дженсона Ты понял Этого SEO NVIDIA Отошел А тут уже нам Хуанга А тут нам уже Westworld Пророчат И я такой Ну все Надо в поле уходить Ну короче Вот этот сервис Точно достоин Внимания Ребят Посмотрите Пожалуйста А если вдруг Вы не понимаете Что за Westworld Такой Мы уже о нем раньше говорили Тогда он назывался просто Fable Studio А господи Что за The Simulation Видите У меня Поплыл немножко Да я поплыл Короче Что за The Simulation Это бывший Fable Studio А Westworld Это сериал И фильм Антиутопичный Я бы сказал Про наше будущее Да кстати Очень похоже У них фильм есть? Есть фильм Westworld Когда он появился? Старый фильм А окей Тоже Ну он из той же вселенной? Да По-моему да Ничего себе Слушай Возможно я уже путаю Подожди секунду Дай мне секунду Ну все Секунда прошла Наука и техника Так Пока читаешь Наука и техника Я закуглю Давай Значит про науку У нас тоже сегодня Есть что рассказать Во-первых Есть все Ты меня запутал А там актер А там тот чувак Который в шляпе старик Он в этом сериале молодой Получается В этом фильме Он и в сериале молодой Есть Леша Ну да Черт Короче Наука и техника Значит Интересное исследование Попало на глаза Работа про то Как сделать Авто Сурдопереводчик И с использованием Я аватар Прям идея на поверхности лежала Почему-то ей никто Не озадачивался А тут выпустили работку Можно посмотреть Как это работает Там прямо Описан пайплайн Как это все Можно даже собрать И выглядит даже реально И на выходе вы получаете Действительно Систему Которая слушает Аудио Либо видео На входе А на выходе Генерирует Не в реалтайме Но тем не менее Генерирует Какую-нибудь женщину Либо мужчину Которая пальцами Показывает Так Чтобы люди понимали Правда У меня тут есть сомнения Что с выходом ссоры Возможно Такие инструменты Уже не нужны будут Загрузят в ссору Понимание Всяческих языков Для Глухонемых ребят Я думаю Она просто будет Сама делать Сама научиться Но сам факт Что получается В будущем Практически в любом сериале Можно будет включить Сурдоперевод Получается Это да Это прикольно Да Леша У меня есть Квей вопрос Давай А знаешь Как во Франции Называют Опенсорсного робота Ле робот Ле робот Ле робот Все правильно Ле робот А блин Бле робот Не вообще Я имел ввиду Фильм Тарантино Если что И Биг Мак И Ле Биг Мак Но Мне нравится Что ты сам придумал Я не могу Помнишь Сцена в криминальном Чтиве Знаешь Как по Франции Называют Девять А блин Я очень плохо Помню Я признаюсь Я не посмотрел Криминальные Чтива А Ты не смотрел Я посмотрел Снэйч Я посмотрел Так это и не Тарантино Это не Тарантино Короче Да У меня лежит Криминальные Чтива С изумительным Актером С длинными волосами Я забываю постоянно Как его зовут Джоном Траволтой Джоном Траволта Да Ну Короче Спасибо за отсылку Посмотри Хороший фильм Отсылка Короче Хаджин Фейс И Полин Роботикс Дорелизнули Ричи Ту Это часть Короче Опенсорсной платформы Под названием Робот Это робот Которого вы можете Сами Собрать Это Опенсорсный робот Вот И вроде бы С одной стороны Очень круто Хотя там ценник Такой На его сборку Там по 36 тысяч баксов Самой дорогой Комплектации И надо Хотя учитывая Что сейчас Можно за 16 Уже купить Похожего Вот Но тем не менее Вот Опенсорсный робот Который выглядит Просто ужасно Ничего не могу Поделать Он на фотке Выглядит Видите Он на фотке Еще более-менее Но если посмотреть Депку Это просто дичь Он Вот Там просто не хватает В конце сцены Где он берет за шею Того чувака Который ему дает Команду И просто Об стену Его так долбает Да Он на такой палке Тонкой Короче В общем На крайний случай Если у вас Он на палке Реально Если у вас Не получится Его собрать И запустить То Можно использовать Как супердорогое Пугало в огороде Ого Хорош Хорош С языка я снял Следующая новость Касается вычисления Вычисления На человеческих Клетках мозговых Не хотели Вот Есть такой Швейцарский стартап Называется Final Spark Они запустили Онлайн платформу Для ученых По большей степени Которая предоставляет Доступ удаленный К 16 Запрограммированным Органоидом Человеческого мозга И на них Можно строить Вычислители Вот на этих 16 инструментов 16 структурных элементов Доступ дают В основном Только ученым Исследовательским группам Но в целом В целом Это хороший Такой зазор На то Чтобы перейти От Чего От кремниевых Вычислителей К Кремниевым Вычислителям И там же И там кремнии Блин Разные Разные По-моему Эти разные Господи Ну у человека Наверное Все-таки Ты как Карбон Имеешь ввиду Да Типа Углерод Углерод Да Я имею ввиду Углерод Конечно же Я имею ввиду Углерод Спасибо Виктор Что бы я без тебя делал Не знаю Клакал подавер И там и там Буква Одначальная Одинаковая Да Изотопа Я хотел сказать Но нет Вот Поэтому можете Почитать Посмотреть Как это выглядит Угу А французский Ученый Создал Один миллион Новых антибиотиков Ну Ты Тебе надо Идти работать В Нью-Йорк Таймс Виктор Да Ладно Ладно Короче Он предсказал Потенциально Один миллион Новых антибиотиков Из которых Селекционно С помощью ЛЛМок Выбрал Потенциально 79 Возможных Там даже Интереснее Чел Что сделал Я немножко Почитал эту работу Он В мире В мире Есть база Геномов Я тоже Почитал Ну вот Так расскажи Там же Не просто Там типа Взяли все геномы Метагеномы И посмотрели С помощью ЛЛМок С помощью Нейросетей Прикинули Сколько Последовательности В этих всех данных Которые у нас имеются Могут быть Которые потенциально Могут быть Антибиотиками Ну не антибиотиками А антибиотика Этими Как оно там Называется Проявлять Антибиотические Свойства Скажем так Да И что самое прикольное Он взял просто 100 рандомных Из них Из предсказных И 79 из них Действительно Оказались Потенциальными Антибиотиками То есть Это результат 79% Из миллиона Которые мы только знаем Сколько мы не знаем Еще о геноме Ну Примерно так Новые антибиотики На самом деле И появляются Единственное Что до этого Это делалось Без помощи ЛЛМ И куда медленнее Ну и ты прикинь Сколько этих антибиотиков Изобрели За все время Десятки Наверное Немного Меньше А тут прям Ну тут важно понимать Что из этих 79 Там потенциально Антибиотиком Станет один Скорее всего Но тем не менее То что вот Часть поиска Упрощается Говорит нас о том Что если мы От чего-то и умрем То вряд ли От супербактерии Скорее всего От чего-то другого Да А вот Для того Чтобы не умирать В Китае В Китае Китай конечно удивляет Когда оттуда Какие-то новости Просачиваются Я надеялся Что такое подводку Сделаешь Я прям Подачу тебе давал Да-да Чтобы не умирать Едьте в Китай В Китае До конца года Планируют запустить Первую больницу С роботами И Это прям Не какой-то Подожди Лечить роботов Или лечить С помощью роботов Ну вообще Ну вообще И ту И ту И ту Надо было бы Конечно Но в целом Лечить С помощью роботов Они Очень сложно Кстати было Найти Какие-то адекватные Новости На английском языке Про эту тему А на китайские сайты Лезть Как-то не получалось Но в целом Что я там понял Они По-моему 16 роботов Обучают Тоже в виртуальном Симуляторе И уже К концу года Планируют этих роботов Там прям роботы Непонятно Как они будут выглядеть Но прям роботы Которые будут Неизвестны Физически Или не физически Но как минимум Точно консультационно И возможно Физически Лечить людей И Они планируют Китайцы Что эти 16 Роботов Будут в день До 3000 пациентов Обслуживать Это просто Какой-то Очень Очень здоровенное Количество Людей И они хотят Это еще Увеличить За год До 10 тысяч Пропускную способность Это важно понимать Что это не совсем Автоматизированная больница Ну да Это не так Что ты пришел Тебя на кушетку Робот положил Поехал операцию делать Скорее больше Они будут заниматься Консультационными действиями Эти роботы Обучались На базе МедКьюэй Которые включают В себя Вопросы Практически Медицинские По всем Существующим темам И они Этот тест Проходят Очень неплохо 93% Точности И конечно же Результат этих роботов Будут люди контролировать Это не так Что пришел к роботу Он им выписал Цинк И все И не помогло вам это Цианисты калии Да Цинк тоже Как бы не особо Помогает Если ты Если Ну короче Никогда не пил цинк Нельзя пить Цинк Они стыкали Если что Это очень большая Трава И цинк тоже Без предписания докторов Тоже не стоит пить Хоть это Микро Вообще Ничего не стоит пить Без предписания докторов Давай так Не ну воду Можно пить А ты не знал Воду можно А вот А вот Витя Что-то я смотрю Что-то это Что-то ты совсем Что-то я воду не пью Да Пей воду Витя Вода это жизнь Вот А расскажи Витя Кого ты больше любишь Песиков или котиков Песики Песики Тебе нравятся Песики 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 Я такую подводку Хотел сделать Это Я знаю Короче Чуваки Взяли Фейсбуковский алгоритм Он называется Вав Ту век Ту И Вав Вообще На самом деле Очень похоже На собачий лай Хотя изначально Предназначено было Для перевода Человеческой речи В текст Но оказалось Что Штука Справляется Не только Человеческой речью Но внезапно И с собачьим лайем Что помогает Распознать Вообще Конкретную породу Собаки Вообще В целом Собака Это или нет Даже пол Собаки Это конечно сложно Я такой Я такое не напишу Ну Не Человек от собаки Человек от свиньи Это прямо иногда Да Сложно было Иногда сложновато Пол собаки Определить И иногда Даже Харитект Вот тут у вас Целая собака А тут у вас Пол собаки Как пол кабана Леши Да Просто Извините У нас Небольшие Технические Неадекватки Пол собаки Да Значит Меня порвало Да В общем Леша Поменялся Дилер Сегодня Напишите Ребят В комментариях Как вам Пол собаки Ну это ужасно Ладно Половую принадлежность Пса Окей Хорошо Я больше не буду Говорить пол собаки Потому что Сказал Это Котопес Помнишь Мультик был Да Кстати Там тоже Пол собаки И пол кота И тот И тот Мужской Да нет Непонятная Их же Половина Ладно Все Господи Я прям Вернулся В наш Тебе Поездку В Амстердам Сейчас Даже там Такого Не было Кстати Не отпускает Было Совсем Не так Короче Половую Принадлежность Собаки Определяет И даже Лай По контексту То есть Он может Потенциально Сказать Что собака Чего-то Хочешь Что ей Больно И так далее Как тебе Половина Стоит Неплохо На самом деле Еще один Шажок К тому Чтобы лучше Понимать Твой Environment В частности Твоих Любимых Питомцев Понятно Что это Не будет Какой-то Прям Универсальный Переводчик Ты не сможешь Поговорить Про философские Астрактаты Со своим псом Хотя Может быть Потому что Она не читала Их скорее всего У Сайпа Читайте Произведение Город Саймака Там прям Прикольно Про песиков Рассказано Очень моя Любимая книжка Но я жду Я прям Мне нравится Дрессировка Очень сильно Облегчится Представляешь Как она Облегчится Особенно Если ты Не владеешь Я вообще Жду Не дождусь Когда Дрессировка Облегчится А если Еще С китами Научиться Гореть Там Вообще Кстати Недавно В каком-то сериале Была Эта тема Просто Поэкалиптическом Там С китами Говорили Очень прикольный Сериал Можете Посмотреть Вот Все Я закончил Хочется Начать Разгонять На тему Что Кит Это Кот По-украински Но я Не буду Ты Вообще Не жалеешь Да И нам Надо Закончить У нас Еще Этика Там Как бы Нормальная Так что Давай Ладно Ладно В общем Что еще У нас Давно Закончилось Сейчас Закончилась Наука И техника И мы Переходим К сервисам Ссылкам Ну Давай Быренько Пробегусь По этой По традиции Или Может Ну что Если что-то Заходишь Добавляюсь Закидывай Но я Как обычно Сейчас Монолог Запущу Все Как Выйдут Давай Буду Тебе Перебивать Давай Попробуй Начнем С видео Рекомендации Видео Давно Ничего Не Рекомендовали Во-первых Андрей Карпатый Либо Андрей Карпатый Кому Как Больше Нравится Я Называю Андрюху Только Карпатый Потому что Он реально Короче Все Хватит Андрей Карпатый Это Андрей Карпатый Бывший Сотрудник OpenAI Чувак Которого Есть Акция OpenAI Очень Крутой Инженер Он Выпускает На ютубе Классные Ролики Понятные Широкому Кругу Программистов Про AI Про LLM Он Выложил Очередную Практическую Лекцию На этот раз Про Написание На Пайтоне С нуля GPT2 На 124 Миллиарда Параметров Там Буквально Полтора Часа Очень Качественно Классно Я начал Смотреть Всем Советую Второе Нашумевшая Новость Оно же Видео Экс Сотрудник SuperLyman Team OpenAI Леопольд Ашенбренер Создал Сайт И выложил На этом Сайте Аж Целых 165 Страниц Своих Мыслей По поводу Того Куда Движется AI И когда Мы Достигнем AI Важный Момент Что Ашенбренер С двумя N Ты просто Так Прочитал Как будто Там Одна N Но Ашенбренер Там Две N Как там Смутно Но Окей Сомнительно Но Окей Ну да Аш Витя Все Сбил Меня Короче Самое Главное Что Он В этих 165 Страницах Не Говорит Практически Ничего Ну Откровенно Плохого Про OpenAI Но Парень Рассказывает Достаточно Антиутопическое Будущее Ну А он Как бы Не самый последний Сотрудник Не самый последний Инженер Да там AI уже завтра Почти Камон AI через 2 года И это Не только его оценка Сейчас много Кто пророчит AI через 2-3 года Просто У AI в куче Разных определений Ну да Но в целом У него посыл Книжки в том Что Я вот В начале выпуска Говорил Что Гонка за AI скоро будет Походить на Холодную войну Это мысль Как раз таки Подчеркнута Из его книги Я ее так потихоньку Подсчитываю Ну книги Статьи Просто На 165 страниц Он там Делают упор На то Как государство Будет взаимодействовать С AI Что скоро Нас ждет Борьба Между Китаем США Не хуже Чем Во время Холодной войны Что Возможно Появится Ограничение На государственном уровне На использовании Нейросетей Условно GPT-6 Только для США И больше Не для кого Потому что Стратегически важная Технология И вот Весь Вот этот Получается Пост Возможно В каком-то будущем Постапокалиптический мир Он это описывает Достаточно Аргументированно И если у вас Нету Времени Возможности Читать 165 страниц На английском То вы можете Посмотреть Подкаст У Дварки Шапателлы Это Подкастер уровня Лекса Фридмана Он делает Парнауку Про AI Подкасты На ютубе Всего 4 часа Всего лишь На 4,5 часа Выпуск Если вы не можете Прочитать 165 страниц То 4 часа Можете послушать Но Знаешь Некоторые Активисты Из мира Иая Я Сейчас Наверное Имена не вспомню Но в Твиттере Много у кого Проскакивало Говорят Что Работа этого парня Вот его видение Оно чуть ли не на уровне Видения Этого Господи Кто там У нас Директор Гуглового AI Не Суцкевер А Забыл фамилию Предсказатель Напомните В чате Сейчас Так что Ну Прям Посмотрите Действительно Интересный разговор Не хуже Чем Условное Интервью Фридмана И какого-нибудь Цукерберга Маска Или Альтмана Так что Цвет По статьям Быстренько Пробежимся Какие статьи Интересные вышли В основном Для программирования Во-первых OpenAI В прошлом выпуске Мы рассказывали Что Anthropik Выложили статью Про Понимание Устройства LLM Извлечения фич OpenAI Посмотрел Что так можно делать И вообще-то Им надо было Что-то на это Отвечать Что у них есть блок Да Вспомнили Сделали свою Публикацию О том Как они 16 тысяч Фич Достали Из GPT-систем Тоже Можно посмотреть Anthropik Тоже далеко Не ушел Они решили Дальше Трофить OpenAI Статьями Они выпустили Классную На самом деле Статью Не научного Характера Такого Популярного О том Как они тренировали Характер У Клода У Клода Характер 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 И зачем Именно характер Там Поинт интересный В том Что когда У Клода Когда у LLM Нет характера То есть характер Это какие-то черты Человека В частности Любопытство Открытость Внимательность Как люди хотим Это раз Если кратко А второй Поинт Тоже такой Интересный Контраверсивный В том Что человек Общаясь С LLM Которая Общается Как робот Склонен Верить ей Потому что Ну типа Это машина А машина Лучше меня знает А когда человек Видит Что в общении С ним Более человечная Машина Похожая на человека То у него Подсознательно Срабатывает Что типа А Он тоже может Ошибаться Как я Блин Слушай Никогда не думал С такой точки зрения Прикольнее Ну я тоже Прочитал Прям удивился И DeepMind Выпустили 20-ти страничную Публикацию Это вот для Технодумеров И Таких как я Людей О том Что Необходимо Про открытость Модели будущего И вообще В принципе Модели Которые выпускаются Но это не про Open Source Это про Open Endedness Так называемый То есть Наверное Больше про Открытость Того Как они Работают Про Понимание Того Как они Работают И про Необходимость Вообще Делать Исследования В этом Направлении Это то Чем Занимались Антропики В своей работе Open AI Например Выявление Фич Они DeepMind Говорят Что Это Самый Большой Сейчас Камень Прекновения При достижении ACI Потому что У нас Нет Вот этой Открытости Open Endedness И Меня порадовало Что Из 20 Страниц Там Примерно Три страницы Они описывают Возможные риски Связанные С ACI И С тем Как он сейчас Разрабатывается Так что Тоже You're welcome Инструменты Инструменты Да Продолжим Да Давай продолжим Рассказать тебе Про Асану А что это такое Вообще Я даже не знал Асану Это Тасктрекер Такое Это Как жира Только по Человечному Я сказал Это Таск Который Ты Я думаю Что Тасктрекер В Казахстан Тасктрекер Ну Жира Только для Нормального Человека И Стоит Деньги Как это Шмонтиз Бактрекер Алды Напишите В комментариях Ну Короче Просто Аля Такое Трелло На стероидах За денежки Хотя и Трелло На самом деле Тоже за денежки В общем Чуваки Добавили AI Тиммейтс Это и Ассистенты Которые Помогают Вам С тасками Советики Дают По вашим Таскам Могут Их Ассайнить Могут Воркфлоу Определять Ну Естественно Понимают Весь Контекст Проект То есть Это Такой Если Не И PM То Такой И Джуниор PM Помощник PM Ну Ну На На Сам Далее Такая Прикольная Штука Я Думаю Что Они Могут С этим Я Сильно Конкурентное Преимущество Своё Повысить На фоне Тех Жир У которых Таких Ярких Интеграций Вроде Как и Не было Пока что Видно Таких Чтоб Прям Ну Жир Там же Миллион Всяких Плагинов Я думаю Там И Уже Давно Есть Да Но Для того Чтобы Жир Настроить Тебе Вообще Нужно Отдельного Разработчика На этом Как там Их Язык Называется Да Не то что Разработчика Нужно Специальное Высшее Образование По Жиростроению Я бы Так Сказал Да Да Как Язык Называется Для Жир Ой Не Помню Скалоподобный И Ну На JVM Работать Блин Забыл Ну В общем Не важно Второй Инструмент Это Инструмент От Мистрая Который Они Выкатили Для того Чтобы Файнтюнить Свои Модельки Опенсорсные А еще Они Добавили В свой API В La Платформ Возможность Файнтюнинга Модели Закрытой Мистрая Смол И Файнтюнинга Открытых Своих Моделей На базе Мистраевских Мощностей Сам Инструмент Опенсорсный Можно запускать На серверах У себя Так что Можете Пойти Посмотреть И Последний Из Инструментов Точнее Сервисов И Ссылок Это Забавная Ссылка Прям Прикольная Вот Витя Ты В армии Был? Нет Красавчик Уважаю Я тоже Не был Но Я слышал Что Там Люди Которым Нечего Делать Особенно Там Связисты Которых Еще Компьютеры Есть Доступ И Они Час На Visual Basic В Excel Делали Такие Штуки Типа Сделать Не знаю 2D В Warcraft Какой Нибудь Сетевой Вот Это То Чем Мои Ребята Которые Ходили Туда Когда Они Занимались То есть В Excel Прям По Клеточкам Делают 2D Слушай В Excel Много Чего Делают Мне В Тик Ток Иногда Попадается Внезапно Типа Этот Не Doom Первый А Как Это Игрушка Самая Первая Где Бегает Чувак С пистолетом В лабиринт Вольфенштейн Да А тут Новость Как бы С Ии Им Связная Чувак Взял Лекцию Того Самого Андрея Карпатова Про Которую Мы Уже Сегодня Говорили В которой Одна Из Первых Его Лекций Где Он Рассказывает Как Можно Реализовать На Си Первых Версий Жпите Чувак Сделал Я В Экселе Прям Есть Код На Гитхабе Можно Скачать Ну Как Код Типа В Экселе Вставляешь У тебя Все Там Прям Слои Эти Перцептрончики Все Это Есть И Все Экселе Работает Так Что Забавная Ссылка Можете Посмотреть Прям Прикольно Да Экселе Практически Кооперационная Система Мультиап Это Из Какого Нибудь Антиутопического Будущего Знаешь Такого Которого Действительно Очень Не Хотелось Попадать Ну Что Кстати Об Антиутопических И Прочих Будущих Мы Переходим К рубрике Этика Она же Этика Конфетика У нас Там Совсем Немножко Новостей Но Обсудить Их Точно Стоит Да Они Есть И Первое Пользователи Начинают Получать Уведомления От Кого бы ты думал От Меты Пользователи Фейсбука Инстаграма И прочих Трэдсов Получают Уведомления От Меты О том Что Мета Теперь На легальных Основаниях Будет Использовать Данные Для обучения И И Если ты Под данными Ведут твои посты Если что А если ты Не хочешь А если GPT Что А если GPT Что То Ничего А если Ты не хочешь Чтобы твои Посты Использовались Ты Внимание Можешь Попросить Разрешение На то Чтобы твои Посты Использовались Но Как ты знаешь Как просишь Разрешение Так его Можно и не Получить Потому что Там реально Нужно писать Объяснительную С обоснованием А почему Ты не хочешь Чтобы на твоих Постах Обучалось И Ну это Трэш просто Какой-то Я считаю Тут Я видел Обсуждения В реддитах По факту От этого Защищен То есть Ты можешь Написать Жалобу С обоснованием Не жалобу А письмо С обоснованием Ты не можешь Просто написать Что я не хочу Ты должен Обосновать Я не хочу И писать Почему ты не хочешь Почему ты на легальных Основаниях Не хочешь И в этом плане Например Жители Европы Они защищены GDPR Потому что GDPR По GDPR Это не проходит И ты можешь Написать Что я живу в Европе GDPR Пошли нафиг А если ты В какой-нибудь Африке Не знаю В каких-нибудь странах Пост СНГ Ну все Вот вы спрашивали GDPR Зачем Вот пожалуйста Да И сильно влетает Метя за это Они уже 26 июня Начинают Все вводить И Ну как-то так Такие новости Я не знаю Ну Это то К чему мы шли Потому что данные В интернете Открыто заканчиваются Тренировать надо на чем-то Вот люди сейчас Которые там Жиру бесятся На своих соцсетях Они пытаются Эти данные Использовать Нет такого Что данные В соцсетях Более мусорные Чем те данные На которых модели Не факт Далеко не факт Далеко не факт Мне кажется Они даже может В какой-то степени Более Релевантные Как минимум Более свежие Ну Да Но все равно И мусора тоже Очень много Ну Не знаю Не знаю Посмотрим Но Кстати Новость Не сценария Ну просто созвучная С этой Эдоп Буквально пару дней Назад Разослал пояснение К своим Пользовательским соглашениям И я уверен Что они как раз таки Сделали это Из-за хейта К мете Там начали На мету Начали много Кто гнать И в частности Этот гон Он распространился На другие компании Которые И инструментами И контентом Владеют Но А Эдоп Он же по факту Фотошоп Дофига всего внедряет И им начало залетать Что типа А вот вы будете На наших работах учиться Эдоп молодцы Они разослали письмо В котором прям По пунктам расписали Где в нашем соглашении Вы точно можете Быть уверены Что мы так не сделаем И даже добавили Новые пункты В соглашения Которые защищают авторов И у них это тоже По-моему В конце этого месяца Вступит в силу Вот такие У них вступает В силу одно У других Совершенно другое Да Ну да И Адобом пользуются Кто? Люди Дизайнеры 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 Люди кстати И художники А художники Как мы знаем Люди Которые разбираются В культуре И которые Достаточно сильно В большинстве В своем Мне кажется Переживают Из-за того Что искусственный интеллект Их заменит Я думал Ты в религию Будешь вводить здесь Что они точно знают Что такое Я в художестве Не разбираюсь Как мы уже выяснили Поэтому я не буду Вводить далеко Тут новость Скорее про то Что Вообще Ты знаешь Ты хорош В тот момент Когда я прослушал Ну-ка Давай ты свою подводочку Мне больше нравится Да Художники Люди Которые Скажем так Поцелованные Богом Видите Нас точно За консер Так часто Называют Творческих людей Поцелованные Богом Не интригерись Пожалуйста Я знаю Что в чате Уже один Артем Сидит С ножичком А уж Поцелованные Богом Люди Точно Должны Знать Что такое Акара Акара Это новая Соцсеть Акара Это музыкальный Инструмент Если ты не знал Акары На белорусской Кстати Я про эту Соцсеть Не знал До этой новости А новость В том Что ребята На прошлой неделе Буквально Как раз После того Как Метра Заслала Это сообщение Эта соцсеть Выросла С 40 тысяч Пользователей До 650 За неделю Это очень Быстрый рост Соцсеть Предназначена Для художников Которые Не хотят Чтобы их Работы Использовались AI И соцсеть Прям очень На это Нацелена Я прочитал По нее Попробнее Ребята Интегрируются С решениями От университетов От топовых Стартапов Например Там Они партнеруют Со стартапом Glaze Который Предоставляет Возможность По-моему Для А точнее Отслеживает Ватермарки Чтобы Короче Чтобы не Использовались Работы Художников Стартап Swaping AI По-моему Предоставляет Апишку Для того Чтобы Удалять Спавнинг Спавнинг Я сказал Swaping Да Я сказал Swaping AI В общем Соцсеть Это прям Партнерница С крутыми Проектами Которые Позволяют Действительно Позволяют Хоть как-то Защитить Свои Работы То есть Они там Мало того Что не приемлят У себя Генерированные Работы Да Конечно Еще и Не разрешают На их данных Обучаться То есть Это вот Чистая Людская Соцсеть Технодумерская В общем Она выстрелила Она выстрелила И я считаю Что это Крутой пример Того Как люди Могут Бороться Против Таких Корпоратов Как Мета Против Насильственного Использования Данных В данном Случа Все-таки Ну я Наверное Все-таки Склоняюсь К мысли Что данные Художников Данные Других Творческих Профессий Часто Иногда В силу Того Что Эти ребята Не знают Как себя Защитить Иногда В силу Того Что Недобросовестные Корпораты Они Используются Давай Частенько Будем честны Частенько И вообще Будет забавно Если вот такие Стартапы И соцсети Типа Кара Выведут в тренд Создание Инструментов Для защиты Авторского Права В принципе На все Не только На художество Не только На музыку А например На код На не знаю На то что ты Говоришь И все остальное То есть Мы думаем Что это должно Родиться Где-то У юристов Не знаю У разработчиков Это разработчикам Насрать Юристам Тоже По большому счету Пока им не платят Насрать Этим всем Будут заниматься Наиболее ущемленные Группы людей И сейчас Это К сожалению Это художники Это люди Творческие люди Да Поэтому Малышев говорил В нашем выпуске Про этику Что первым Кого я и задумал Убить Это творческие люди Да И нам Как программистам Которых тоже Когда-то заменят Когда заменят Уже вообще все А согласно Польскому законодательству Программирование Тоже творческая работа Между прочим А даже так Не знаю Не знаю Не видел на улице Такого Короче Нам надо поддерживать Такие направления Мне кажется Поэтому Если вы не видели Еще соцсеть Кара Обязательно Сходите Зарегистрируйтесь Поддержите Авторов Которые вам Там нравятся Потому что Ребята борются За доброе дело За хорошее дело Не знаю Уж доброе или нет Но хорошее Как мне кажется Ну да Казалось бы С одной стороны Мы за и я И мы продвигаем И я Но с другой стороны Нет Витя Ты сейчас Блин Наговоришь Вот ты Это ты у нас За и я Я не за и я Так я когда говорю Мы Я имею ввиду себя Потому что Я не бинарная личность Если что Я в этом подкасте Надо вырезать Нет Витя Это я оставлю Понял А что такого Не понял Все отлично Ну я Я же Бинарная личность Но Короче Суть подкаста Я напомню тебе Если ты забыл Да Может быть Не согласен Но я тебе Все равно напомню В том Чтобы увеличивать Осведомленность Наших слушателей О том Что происходит С яем в мире И через это Быть готовыми К этим изменениям Быть готовыми Не равно быть Я и позитивистами Я думал Мы тут с тобой Пропагандируем И я Типа Будущие Метаверсы Это не пропаганда Нет Ты меня тут Пожалуйста Не сбивай Если бы мы Пропагандировали Я У нас тут уже Был культ Самой Альтмана И все художники Были бы самыми Плохими людьми Потому что Они мешают На моей распространять Я Нет Кстати Я встречал таких людей Я конечно Не Елизар Ютковский Но я за то Чтобы быть осведомленным Чтобы в случае чего Спокойненько взять Свой тревожный чемоданчик Который я думаю Наверняка уже у всех вас есть И спокойненько Вот По протоптанной тропиночке В лес За палками И потом на совместные За палками За палками Совместной активности По белорусски Кстати да Хорош Хорош Да Ну и на этом Я бы предложил Нам совершать Потому что Новость про конкурс Красоты Мисс Иэй Мы уже рассказывали Леш Да неправда У тебя последняя Да Я даже про нее Четыре недели назад Писал статью на Анивея Клав Да ладно Да Это не Да Да В прошлом выпуске Не в прошлом Давно Это старый конкурс Он давным-давно Запустился Ну ладно Давай напомним У меня есть что там сказать Потому что Я был Я был Я был глубоко Удивлен Вот ты не читаешь Что я пишу в блог Книвая Клаба Но мы точно не рассказывали Про Мисс Иэй Ребят Напишите в чате Мы какого-нибудь из выпусков Рассказывали про этот конкурс Красоты Короче ладно Давай расскажем Запустился конкурс Красоты Мисс Иэй Казалось бы В названии Вся суть Но расскажем подробнее Участницы Это Исключительно Сгенерированные модели Модели во всех смыслах Это девушки Которых никогда не существовало Их сгенерировал кто-то У них у всех есть там профили В инстаграме и прочее Они все супер Патриаристичные Ну почти все Вот И на этот конкурс Можно было подать Таких девушек Собственно говоря Прием заявок завершен Он был платный Конкурс не то чтобы Супербольшой Очень нишевый Но Блин ты Видите Это рубрика этика Это надо по другому Рассказывать Ну давай давай Во первых Мне в чате написали Не спорить с Виктором Потому что Он на подкасте Большинство И в этом есть Своя логика Поэтому я Приношу извинения Викторы Я думаю Они на меня Не обидятся Miss AI Это конкурс Это конкурс AI-ных моделей И сайт Обязательно Чекните сайт Потому что там уже Есть конкурсантки Которых выбрали Там заявки Приняты все Да А теперь Будут голосовать жюри Если вы думаете Что конкурс AI-модель Это когда пришел Рандомный художник И нарисовал Рандомного там Девушку И подал работу Нет AI-модель Это полноценный Работающий бизнес Скорее всего бизнес Либо как минимум Какой-нибудь социальный аккаунт В инстаграме В котором постоянно Постятся фотки Там по-моему Штук 10 участниц Вы можете сходить В инстаграм каждый И посмотреть Я был в шоке Просто глубочайшим Потому что Как минимум Трех из них Я бы в жизни Я бы в жизни Не понял по их инстаграму Что это не настоящая женщина Если бы ты их в жизни Встретил Это бы понял До этого Я надеюсь еще далеко Но в целом Это Я не думал До того Как я с ними не ознакомился Я не думал Что в принципе Диффузионки Могут настолько реалистично рисовать Понятно Да давно уже могут Ё-моё Витя Там Там фотка к фотке Очень похожа Там вплоть до того Что у некоторых моделей Родинки на тех же местах Я понимаю Что люди могут Это дорисовывать И миксовать Но в целом Но в целом Меня немножко испугало Что я вижу Привлекательную женщину По моим параметрам А это я и модель По которой даже Непонятный Там посты живые И это Ну это жесть Ты ей добавляешь еще Голос из Омни Нового И все Дальше ты можешь С ней по видео Созваниваться Ну короче В этом Если бы про это рассказывали Как про какой-то Научный эксперимент Не знаю Про это бы трезвонили Это прям в самом деле Лишний конкурс красоты Конкурс красоты Несуществующих красоток Ну что И ладно Ладно если бы так Я посмотрел Кто там в жюри В жюри там тоже Блин И я и модели Нет Более того Да Посмотри жюри Издатели и я и моделей Они подписаны на сайте Как и я и модели Видите Не надо мне рассказывать Зайди под сейди Посмотри Зайди Захожу Вот прям при тебе Захожу Листаю вниз Так 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 Наши участницы Джаджес Эмили Пелегрини Интернешнл И ей креатор Да И вот такая Офигенная фотка Этой Эмили Ты переходишь на эту Эмили И ты попадаешь Якобы на ее инстаграм Но это инстаграм Ее И ей модели На котором Единственная ссылка Это ссылка Внимание На сервис Похожа на Онлифанс Это модель Которая в жюри Она выкладывает Контент для взрослых Короче ребят Я что хочу сказать Мы просто нашли Какой-то левый Вообще никому Неизвестный конкурс Не Витя Остановись Витя Остановись Я сейчас попрошу тебя Выйти Остановись Этот конкурс Это часть Всемирного конкурса World И я и creation Эверс Если посмотреть Что за World И я и creation Эверс То это вполне себе Солидный конкурс И меня Прямо Просто Я взорвался Меня прям Очень удивило Что у нас Сейчас появляются Конкурсы красоты В которых В открытую В жюри Сидят Порно-актеры И которые Явно делают Этот конкурс красоты Для понятных вещей Нормализация порно Окей Мне пофиг Но Мораль Как-то меняется Слегка Если раньше Конкурсы красоты Пытались всеми Неправдами И неправдами Доказать Что они сделаны Для другого Кроме как для того Чтобы богатым мужикам Показать красивых девушек То сейчас тебя Прямо в открытую Это делают Еще и с Искусственными Несуществующими Персонажами Это в какой мы Блин этики Сейчас живем Что это Становится нормой Ой Я Я рад Что тебя это удивляет Для меня Наверное Это давно Стало Не то что нормой А я Комнер Я расстроился Я расстроился А знаешь Рассказать тебе Что еще продается В интернете В даркнете Так Так Связанное с девушками Ты можешь купить Себе сейчас пак Этого у нас Сценария нету Я просто вспомнилась Очень мне кажется Схожим Можешь купить себе Пак фотографий Несуществующей девушки В том числе Нютцев Можешь купить ее В этом паке Будут сразу же Голосовые сообщения Аудиофайлы Где она говорит Там привет Пока Как дела котик И так далее И маски Для дипфейка Это вот все В одном паке А там есть Бумажные маски Чтобы ты просто Уже В финальный Скажем так В финальный шаг Ты просто На партнера Свою эту маску Делал И такой Типа Ну Извиниюсь Которой я живу Ну Блин Ну Я не знаю Почему Мне сложно Артикулировать Почему я От этого Расстраиваюсь Но Мир В котором Мы можем Симпатизировать Несуществующему В физической реальности Объект У меня пока Разочаровывает И тут два варианта Исходов Я для себя вижу Когда я думал Это Первое Как-то оградить Себя от этого мира Что уже невозможно А второе Это Блин Давайте поскорее Физической оболочкой Воплощайте Делайте из них Полноценных акторов Сообщества Чтобы я вот Увидел Человек Мне понравился И пусть уже настоящим Вест Уорлд Типа Да Я не против Вест Уорлда В реальной жизни Ну только без Дичи всякой Будут роботы Похожие на нас Будем в них влюбляться Окей Но как-то без Физического И Этого Персонального Опыта Этих вещей Мне Некомфортно себя чувствовать Некомфортно чувствовать Что ты в картинку Как будто бы ребенок Вот дети Иногда Начинают себя ассоциировать С кем-то персонажами Влюбляются к Пикачу Да И ты такой Будто чувствуешь себя Тридцати двухлетним Несмышленышем Который влюбился Который верит В Деда Мороза Хотя знаешь Что этого Деда Мороза Не существует Триндец Так Поаккуратней Пожалуйста Как будто из наших Слушателей Сейчас разрушишь Ожидание Но просто Сам факт Смотри Что Вот мы говорили Что сейчас Ничему нельзя верить В интернете И по факту Так и получается То есть ты знакомишься С девушкой Смотришь на ее фотографии Начинаешь с ней общаться Просишь еще фотки Она тебе присылает Она тебе записывает Голосовые сообщения Кружочки в телеге Вы даже можете Созвониться по видео И это все Может быть мужик Который Там не знаю В итоге Виктор Небинарный Да В итоге Это я Так что Ребята Аккуратней Пожалуйста Не ну Я зато Короче Я что хотел сказать В конце Ребята Если вы хотите Найти Любовь всей своей жизни То на LinkedIn Подшли Подписались Потому что Вначале Надо было слушать А вообще В целом Ходите на оффлайн Мероприятия Знакомьте их в жизни Это самый Кайфовый Самый стопроцентный Вариант Попасть на нормального Небинарного Виктора А не на какую-то там Модель Непонятную Которая вообще Не существует В жизни Да А в онлайне Слушайте нас Да И как говорится У нас в конце Like, Share Anywhere У меня было синхронно Я там Сделаю Как надо Все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok